Спасибо за аплодисменты. У нас прогульщики, я смотрю. Я накажу, в угол поставлю. Спасибо. Понятно. Хорошо, хоть нет, шлепайте. Ну, не все сразу. Размечтались. Евгений, при всем уважении к вам, это не предел моей фантазии. Спасибо. Ну, хорошо, шутки в сторону. Начинаем программу. Это «Черное зеркало». И я ведущий программы Евгений Киселев. Как всегда, мне помогает Алексей Лихман, мой коллега. Два кресла пустых, даже три. Но я надеюсь, что они все-таки будут заполнены. Ну, а говорить будем, конечно, там на разные темы. И обязательно будем говорить о Надежде Савченко, потому что неделя прошла, безусловно, под знаком развернувшейся, можно сказать, в мировом масштабе, без ложного пафоса об этом говорю, борьбы за ее освобождение. И, насколько я знаю, некоторые из здесь присутствующих были на суде, да? Алена Шкрум ездила. Но Алена сама пока опаздывает, поэтому мы ее немного позже спросим. Но она была в Ростовской области, была под СИЗО вчера. Но начнем с другого. Смотрите, три недели, как по сути дела, бездействует парламент. Ну, мы понимаем, конечно, что есть на то, наверное, какие-то уважительные причины. Но нет сессионных заседаний, это уж точно. Кстати, хочу отметить, что оппозиционный блок призывал к тому, чтобы провести внеочередное сессионное заседание на уходящей неделе. И лидер самого большого партийного объединения фракции БПП, Луценко, о том же самом говорил, что надо девятого собраться. Ну, не собрались. Ну, наверное, из голубых теплых дали не удалось собрать необходимое количество депутатов. Или заработались с документами. Или из холодных ростовских дали. А? Или из холодного Ростова, вы имеете в виду. Кто куда ездил? Ну, в любом случае, у нас имеется ситуация, когда действительно три недели не работал парламент. Кстати, мы в прошлый раз говорили о том, что в Ирландии, например, за это время успели распустить старый парламент, провести предвыборную кампанию и избрать новый. И самое главное, есть коалиция, нет коалиции. Это мне напоминает старую историю про черную кошку, которую надо найти в темной комнате, когда ее нет. Вот вопрос о существовании коалиции, о ее несуществовании. Вот это вот прямо из этого самого старого анекдота. И затем мы, как говорится, не в информационной изоляции живем, дня не проходят, чтобы не появлялись сообщения о том, что все. Арсений Петрович Иценюк согласился с тем, что там надо подавать добровольно в отставку. И уже заявление написал, и кто-то это заявление уже видел. И уже Ереська согласилась, потом выясняет, что нет, вроде она не согласилась, согласился Гройсман, и даже Турчинова называют. В общем, давайте попробуем во всех этих загадках разобраться. Вот вы что-то хотите сказать, Николай? Вы знаете, Евгений Алексеевич, вот вы упомянули о том, что мы, оппозиционный блок, призывал провести внеочередное заседание в этот период. Мы призывали это сделать, не в связи с тем, кто будет премьер-министром, потому что мы считаем, что от того, кто будет, останется Арсений Петрович, придет Гройсман, либо Ереська, либо Турчинов, либо кто-то еще, в рамках этой коалиции ничего принципиально не поменяется. Наша мысль была в том, что мы обязаны собраться и принять те изменения в бюджет, которые предложил оппозиционный блок, в первую очередь части индексации заработных плат и пенсий для наших граждан. И вот вы сказали о темах недели, у нас фактически итоговая неделя, мне бы хотелось еще две темы поднять, потому что на этой неделе они были, я считаю, не знаковые для Украины. Первое, это Украина, как и достаточно много стран, которые празднуют этот праздник, отпраздновали Международный женский день и хотелось бы, пользуясь возможностями вашей программы, поздравить и женщин в студии, и телезрители Черного Зеркала, телезрительность Черного Зеркала. Это первое. А второе, очень важная дата, мне кажется, которая в Украине прошла совершенно незамеченной, это 202 годовщина со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Вот если мы говорим о национальном самосознании, о национальной идее, о развитии национальной культуры, то вот я специально поинтересовался, что сделано было в Украине в период, который мы теперь чистимся от декоммунизации на 150-летие Шевченко, и что сделано к 200-летию или к 202 годовщине. К 150-летию Шевченко было открыто более 40 памятников Шевченко, было переиздано несколько его собраний и сочинений, было снято несколько фильмов на киностудии Довженко и так далее, этот список можно продолжать. А вот к 202 годовщине, точно так же, как к сожалению и к 200-летней годовщине, мы вообще эту тему не поднимали и таким образом упустили фактический шанс для реальной популяризации Украины с точки зрения нормальной национальной идеи во всем мире. Вот опять же, вы поднимали тему, важнейшую тему, которая на этой неделе обсуждалась, тему освобождения Надежды Савченко. Ну вот сегодня выступал представитель ОБСЕ в трехсторонней контрактной группе, который четко сказал, что освобождение Надежды Савченко – это вопрос, четко урегулированный Минскими соглашениями. И во многом, то, что Надежда на сегодняшний день не в Украине, это вина власти, действующей власти, которая не активизирует со своей стороны Минский процесс, потому что этот процесс многосторонний и то, что парламент в этом деле практически заблокировал свои шаги и в части изменения в Конституции, и в части выборного процесса на той территории, это лишнее тому подтверждение. Одну секундочку, простите, пожалуйста, знаете, я вам скажу, давайте мы не будем забывать о другом. Вот как только зашел этот разговор про Минские соглашения и про то, что освобождение Надежды Савченко является безусловным компонентом Минских соглашений, как вышла эта самая российская мидовская баба Захарова, такая хабалка, которая там звенящим голосом, с возмущением таким деланным сказала «перечитайте Минские соглашения, там ни слова не сказано про Надежду Савченко». Не ее, а совершенно другого человека, представителя ОБСЕ в этой контактной группе. Я вам говорю про то, что там Минские соглашения в городе Москве читают чуточку по-другому, чем в ОБСЕ или у нас в Киеве. Но, извините, ради бога, Николай, мы вообще планировали в следующем части поподробнее проговорить о Савченко, тем более, что у нас на связи будет адвокат Надежды Савченко и Леоновиков. Давайте все-таки вернемся к темам, которые касаются судьбы коалиции, правительства и так далее. Вот мы повесили, как всегда, провокационные вопросы на нашем сайте, на сайте подробностей. Чего вы ожидаете от первой недели работы Рады? Покажите, пожалуйста, друзья, режиссеры, без вариантов ответа, в смысле, без цифр, которые мы получили. Значит, ну какие варианты, видите, мы предложим или... Можно было предложить, конечно, больше, но у нас есть, возможно, только четыре, больше не влезает. Сформируют новую коалицию, заменят премьеры и Кабмин, реанимируют старую коалицию, не примут никаких решений. А как вы думаете, какой результат чемпион? Четвертый, вы думаете? Какие-нибудь еще мнения? Заменят. Заменят? Заменят. Сформируют новую коалицию. Давайте оптимистично. Заменят премьера и Кабмин. Заменят премьера и Кабмин. А возможен вариант, что не начнут работу, а продолжат свой отдых еще на четвертую неделю? Ну хорошо, давайте не будем томить зрителей, покажем результаты. Что, в принципе, очень вероятно, кстати. Покажите циферки, пожалуйста. Ну вот, Ален, вы угадали. Слава Богу. Ну, я только замечу, что бывший посол Соединенных Штатов в Украине Пайфер, который по-прежнему очень, как говорится, внимательно следит за всем, что здесь происходит, часто здесь бывает. И я думаю, там, по дружбе ему Пайф мог там чего-то намекнуть. Написал в своем твиттере на днях, что у него там стопроцентная информация, а что все-таки поменяют нынешнего премьер-министра Арсения Юцюка на нового премьер-министра и зовут этого премьер-министра. Это как? Арсений Яценюк. Арсений Яценюк? Нет, нет, нет. Нового премьер-министра, как будут звать? Наталья Ярыська. Наталья Ярыська. Сергей, а вы не верите в то, что Яценюка удастся сместить? Многие говорят уже о нем и из политиков, и из Верховной Рады, и в Кабмине. О нем говорят уже в прошлом времени. На самом деле было достаточно легко вгадать, какой результат набрал наибольшую количество голосов, потому что ставление украинских граждан до этого уряда является абсолютно очевидным. По разных социологических исследованиях, от 70 до 90% людей, у вас еще хороший результат для Яценюка, потому что от 70 до 90% людей не поддерживают деятельность этого уряда и уже желают его снять. Сергей, о том, что запрос общества есть на смену правительства, это мы знаем давно, и не первую неделю уже это наблюдаем на строение общества. Появился ли запрос политиков на смену, появился ли запрос в политикуме на смену действующего правительства? А это нужно спросить не политикам, это нужно спросить одну фракцию в парламенте, вот у меня коллега сидит, вот их спросите, это Народный фронт, или они дальше будут стоять с вымогою Яценюк, лучший премьер, або не Яценюк, або никто, вот это единственное, что держит этот процесс. Ну что ж, вопрос прозвучал, пожалуйста, Дмитрий. Я очень благодарен своему коллеге, что он так хорошо досвидится и оголошивает про то, что какие-то проценты, но я хочу напомнить, что если есть недоверие к уряду, то есть недоверие к парламенту и к президенту. Нема вопрос на выборы, нет вопрос на выборы. Дмитрий, мы сейчас можем просто хором все произнести, все риски, которыми вы сейчас начнете нас запугивать. МВФ нам не даст денег, мы все равно голодом, если еще зиму мы не переживем, страна Украина развалится и перестанет существовать, как только уйдет с постарсти Яценюк. Ваша фракция эти мантры повторяет уже три месяца. Півтора года назад еще в более гиршей ситуации рассказывали, что нам эти выборы просто конча необходимы, потому что у них фракций в парламенте не было, им нужно было зайти в парламент. Они рассказывали, что война их не лякает, что уряда их не лякает, ничего не было, МВФ все будет продолжать давать деньги и так далее. Равно полтора года назад они рассказывали деаметрально противопротележные вещи в ситуации, которая более гиршая, чем сейчас. Я еще раз скажу, на жаль, сейчас ситуация наступна. Уряд полностью делегитимизированный. С точки зрения доверия уряда, доверия нет нижней. Уряд отказался выполнять коалиционную угоду. Уряд отказался выполнять что-то, чтобы помогать украинским гражданам виживаться в ситуации, в которой есть. И поэтому вопрос не в Арсенею Яценюку, шановный коллега. В течение политики, которую этот уряд проводил. Вот в этом вопрос. Попрос не в Яценюку, я еще раз подкреслю. На жаль, цей уряд проводил абсолютно непрофесійную, абсолютно недолугую, абсолютно неправильную и некорректную и антиукраинскую политику. На окрузе, почему все-таки выбрали Арсения Петровича Яценюка премьер-министром? Я хочу сказать, что это не парламент выбрал Яценюка премьер-министром, а все-таки народ Украины выбрал. После того, как проголосовал за народный фронт, и народный фронт отримал самый больший процент. По партийным спискам. По партийным спискам. Однако по общему итогу выборов. Хоть это 0,5% БП програло, но всегда формует европейские нормы. Формует тот, кто набрал большинство на выборы. Простите, не согласен. Формирует правительство та фракция, которая в итоге получает большинство голосов. Потому что, кто набирает первое место, то есть право, официально право, формовать коалицию. И эта коалиция была сформована. Чи есть доверия премьер-министру на сегодняшний день? Это не нужно спросить в депутатах. Правильно сказал пан Власенко, премьер-министра сегодняшнего не хочет в украинский народ, а не парламент. Я больше просветлю, скажем, такую часть, потому что очень много извинувачений идет в сторону блоку Петра Порошенко, что только 94 человек, а 136, проголосовало за звольнение премьер-министра. Но отдельная позиция, скажем, одной из шосточей фракций была. Мы готовы проголосовать, но скажите, пожалуйста, кто будет следующим премьер-министром, под что мы должны формироваться, и чтобы страна, вибачаясь, не буксировала на одном месте. Вы задали про то, что три недели мы не работаем. Так, это в действительности так. Так, одна неделя связана с тем, что все-таки большинство депутатов ездили на парламентскую особня в Раду Европы и поднимали те вопросы, которые стоят перед Украиной. Давайте сразу напомним, сколько дней она длилась. Четыре дни. Три недели, четыре дня для вас как-то разумеется? Робочие дни. И тем больше это были дни Украины. А сколько депутатов представляла Украину? 60. 60. Но еще поехали головы фракции и заступники. Это была делегация почти 85-85 человек. Но я не про то. Вот после вчера Юрий Виталиевич Луценко взбирал голи фракции, действующие коалиции, для того, чтобы начать общение. А кого это? Кто сейчас ходит в коалицию? Ну вы не входите. И мне вообще удивительно, когда опозициональный блок говорит про национальную идею. Простите, но господин Скорьев, у нас не лидер фракции. Я так понимаю, что собирали лидеры фракции. Так. И когда, два дни назад... Я вам говорю, на сегодняшний день мы говорим про формат, который был. И вот, что остается этот формат? Мы увидели интервью Арсения Петровича. На сегодняшний день, страна не может быть заручником одной людины. Одной людины заручником не может быть. Кроме того, когда вы сказали за Яресько, я, например, думаю, что все-таки должны визначать премьер-министра коалиции. Яресько хороший, скажем, там финансист, и то есть проблема. То есть вы хотите сказать, что нужно назначать политическую фигуру на постпремьер-министра? Вы знаете, людина политичная вина по закону у нас, потому что у нас министр, это политик. В этом также есть проблема. Она вызначена законодавством. Но паня Яресько может чудово, возможно, работать в умовах развинутое экономики. Нет, подождите секундочку, Игорь, извините, я вас понимаю, вы уже довольно долго говорите, и сразу обо всем. А вот у меня простой вопрос. Как те вопросы, которые вы обговорили? Секундочку. В этом моя роль и мое преимущество. Я могу обо всем, а вы на конкретный вопрос отвечайте, пожалуйста. Задавайте. Так нет, я не вам хочу задать. Вот рядом с вами сидит господин Уманский. Уманский, извините. Я правильно с тобой говорю? Уманский или Уманский? Уманский. Уманский. Так вот, скажите, пожалуйста, вы же работали с Наталкой. Вы ее знаете, наверное, лучше, чем многие здесь присутствующие. Вот пошел упорный слух о том, что она категорически наотрез не хочет становиться премьер-министром и в это все упирается. Вы в это верите? Я думаю, что, если она действительно заняла такую позицию, я, на самом деле, не знаю ее позиции. Насколько я видел, публично она пока что отказывается комментировать. Но я бы понимал такую самую позицию. Потому что я согласен с Игорем, что в сегодняшних условиях и в сегодняшнем законодательстве премьер-министр должен иметь точки опоры. Если у премьер-министра нет, как и на кого спираться в Раде, в Кабинете Министров, в том числе на Банковой, эта конструкция будет не действительной. И, безумовно, пани Наталье, было бы невероятно сложно работать в действующих условиях премьер-министром, не имея даже своей фракции в парламенте. Не имея поддержки, не имея опоры. И поэтому, если она действительно отказывается, я в этой ситуации бы ее и зрозумел. Ну а профессионально-то... У Юценюка есть поддержка в парламенте? Он опирается на целую фракцию? У него есть фракция. Игорь только что оговорился, у Натальи нет фракции. У Юценюка крупная фракция. У него фракция есть, но как-то вот было ощущение, что поддержки у него нет. Но тем не менее, он двуче стал премьер-министром. И я погоджуюсь с Сергеем, что насправде сегодня выглядит так, что або лишается действующий парламент с действующими фракциями, и тогда, на жаль, или на счастье, сценарий моверного третьего премьерства Юценюка не больше моверный, мое впечатление, або действительно выборы. Ну, вот послушайте, я хочу передать сейчас слово Иосифу Пинтусу. Это генеральный директор агентства РБК Украины. Он у нас первый раз. Вот такой экспертный анализ попробуйте. Экспресс-анализ. Я могу сказать, что, знаете, есть такая квантовая теория Шреддингера. Ну, ты слухайте, вы же задавали бы там. Не, ну, не требовалось, что-то вы издалека начали. Можете ответить? Я говорю, это был четкий вопрос. Вот, если студенты, то они скажут, что квантовая теория, есть равнянная Шреддингера, когда и есть, и нет. Нет, на вашем углу. На сегодняшний день коалиции нет. Ответ принят. Иосиф, теперь, пожалуйста, экспресс-анализ. Если на сегодняшний день коалиции нет, то на разе, когда идет отбор 30 дней до достроковых парламентских выборов, но ваш лидер из наших джерел каже, считает, что это грозь, мы должны сказать, что коалиции нет. Так? Или нет? Это реглан по выбору. На який опирается ваш лидер? Нет вопросов. Так вот, если бы прекратить эти манипуляции, то выйдет, как больше, фракция из коалиции. То есть, из коалиции выйдет. Препините инсинуации, выйдет из коалиции, и это будет означать... Вы знаете, у меня есть радикальная партия. Сегодня пошли, а завтра пришли. Это самая большая фракция в Украинском парламенте. Нет, три партии уже вышли. Яка в первую очередь ответственна за развитие государства. И у меня есть зайчики-попрыгайчики. Сегодня пришел, а завтра назад вернулся. Вы не согласны с коллегами по фракции? Мы просто, на самом деле, смещаем акценты. Мы уже, если я не помню, так, тижни-зотри говорили на эту самую тему. Ну что же делать, ситуация не меняется. Чи есть коалиция, чи нет коалиции. Вы же на работу не ходите, тем, для обсуждения не подбрасывается. Ну, конечно, формально, юридично, моя думка, как юриста, и я это доводил в вашей студии, про то, что ни юридично, ни фактично коалиции не существует. Но, опять же, я не думаю, что это тот акцент, который мы должны сейчас обговорить. И вдаваться в детали, юридично-технично в детали. Акцент того, что страна не может стагнувать из-за того, что одна единственная человек, а я подкреслю, это даже не позиция, умовно, какой-то фракции, а позиция в одной единственной человеке, которая занимает, ну, мое переконание, не государственную позицию. Потому что, когда человек не имеет поддержки ни политической в зале парламенту, ни в суспільстве, она не может в любой европейской демократической стране... Дозвольте, закинчу. Такая людина идет, хотя бы по морально-етичным якостям в отставку. Потому что она не имеет доверия. Как можно управлять страной, когда тебе не доверяет твой же самый народ? Само в этой человеке и поляга проблема, с которой нараза заштовхнулся парламент. И позиция этой человеки нараза и диктует майбутний порядок денный, каким чином и будет развиваться парламент, и каким чином будут проходить поеду парламент в наступном тижне. Ось. А еще маленькая ремарка. Вот, если, снова таки, мы загадали о передней эфире, наш ваш коллега из Народного фронта сказал, «Хлопцы и девчата, вы назовите название, и мы готовы поддерживать. Вы просто назовите название, и кто это?» Вы готовы назвать эту фамилию? Когда уже в суспільстве и в политике обговорються прозвища, сейчас, на жаль, фракция Народного фронта займае другую позицию. Окей, нам недостатне прозвища, давайте и сделаем еще, 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 або тогда достроковые выборы. Поэтому, опять же, это подкресли только один факт, что проблема, с которой столкнулся парламент и украинское суспільство, она полягает в одной и единомой человеке. И прозвище этой человеке Яценюк. И фракция БПП. Пожалуйста, потом вы, потом Алена. Да, сейчас я. Нет, сначала Дмитрий, знаете, как сказать, на кого наехали, тот должен получить слово. Ну, дуже, 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 дуже подобается мне сегодня, и уже протягом трех тижн, про то, что все говорят, что про что-то они говорят. Мы не працюем, кто-то ездит в Европу, на парламентскую асамблею ОБСЕ. Потом с загаром прилетают. Участникам таких делегаций. Но все говорят про политическую кризу, и никто не говорит про выход из нее. Все говорят, что давайте поменяем одну персону, и все в краине изменится, и завтра станет все очень хорошо. Нет, подождите, рядом с вами сидит Сергей, который говорил совершенно другие вещи. Нет, несколько минут назад. Я могу это повторить, что вопрос не в Яценюку, но нужно поменять премьера. Нет, проблема... Ну, вы так сказали. Можно я скажу так, как я сказал? Дякую. Проблема не в Яценюку. Проблема в том, что два года этот уряд проводил абсолютно неправильно социальную, бюджетную и финансовую политику. Это первое. Другое. Нам не нужно обговорювать новые кандидатуры, если мы не знаем, под что эти кандидатуры. Нам нужно сначала визначити, что нужно сделать, чтобы вытягать Украину из кризи, а после этого под эти задачи шукать человек, который может их выполнить. Представим, есть несколько вещей, о которых мы говорим. Первое. Сельско-господарская земля не должна стать товаром. Раз. Другое. Абсолютно очевидно, что нужно повертать нашим фермерам ту систему оподаткования, которая у них была. Третое. Нужно абсолютно скасовывать этот ганебный податок на пенсии. Четверое. Нужно индексировать зарплату и пенсии. Той, кто будет способен сделать это, должен стать премьер-министром Украины. И все. И не играет роль и прозвища. То, что это не может сделать Арсений Петрович Яценюк, показало его два года премьерства. Все, крапка. А кто это может сделать, вы тоже не знаете. И говорите, что давайте отправим уряд в отставку, станет уряд, выполняющим об обязательства. Никто с ними не будет спортироваться. Дмитрий, ну погодите, не перекручивайте. Уже называются реальные фамилии. Дмитрий, погодите. Но вы меня просто постоянно перебиваете, не даете мне сказать. Ваша фракция все время просила назвать вам реальные фамилии. Сейчас называются две фамилии. Гройсман и Яреська. Кого из них готовы поддержать народный фамилий? Это, что я хотел сказать. Я вам сейчас скажу. Перше. Когда мы говорим, вот тут я поддерживаю нашего участника шоу, про то, что так же, и самая большая фракция в парламенте, блок Петра Порошенко, которые постоянно занимают незрозумевую для нас позицию. Займите четко. Я слышу от керевника фракции, про то, что мы за перезавантажение уряда, то тогда принимайте решение. Когда мы слушаем заяву президента Украины, который говорит, что Арсений Яценюк реформатор, и я его поддерживаю, так вы визначаетесь. Вы або поддерживаете деятельность этого уряда, в котором, хочу напомнить, 12 министров от блоков Петра Порошенко. Ну, снова таки, мы начинаем говорить о сихоте речи. Спасибо за ремонт, а теперь ответьте, пожалуйста, на мой взгляд. Президент Петра Порошенко четко дав коментар относительно его бачения этого уряда, когда мы перед голосованием за визнание уряда, работа уряда не за довольную, где он закликал уряд пойти в отставку. Вин вчера сказал позицию с приводу Арсения Петровича Яценюка, которую он поддерживал и назвал реформатором. Если вы говорите про синхрон, который произошел в турецкой прессе, то знаете... Это слова президента, он не голосливый, он гарант государства. И гарант конституции. Дмитрий, хорошо, а все-таки с ответом на мой вопрос теперь, пожалуйста. Яреско или Гройсман? Народный фронт никогда не станет на перешкоде реформам в стране. Запрепонуйте, запрепонуйте. Вот предлагаю, Яреско или Гройсман? Я конкретно вам предлагаю. Яреско или Гройсман, кого поддержит народный фронт? Мы принимали законы. Сергей, не отвлекай его, ты сбиваешься. Есть официальная статистика неурядовых организаций, где вы значите перелик депутатов в нашу парламенту, которые голосуют за экономические законы. Дмитрий, еще один вопрос. Дмитрий, еще один вопрос. Борислав, одну секунду, потом я дам вам слово. Они не говорят. Вот вы задали вопрос по поводу, есть коалиция или нет. Нет коалиции. Теперь смотрите, вы задаете, Гройсман или Яреско. Когда космические корабли бороздят просторы вселенной? Это нам смешно. Да вот просто ответьте на вопрос. Кого из двух названных фамилий поддержит народный фронт? Кто будет министром? Кто будет министром? Отлично, все список министров. Давайте так, я назову вам сейчас, кто будет министром. Вы готовите следующий вопрос, кто будет замминистрами. Потом я назову вам, кто будет начальниками департаментов. Кто будет главным пассанатом. А водителем? И так мы дойдем до института, когда у поступающего на исторический факультет спрашивали список погибших появленно. Отлично, я вас поддерживаю. Не спорим. Я еще хотел уточнить у Дмитрия. Посмотрим парламент. Дмитрий, вам как сену народного фронта известно больше, наверное, о настроениях Арсения Петровича Яценюка. В прессе уже вторую неделю появляются, я бы не сказал слухи, вбросы. Вбросы от достаточно людей, которых можно считать информированными. Начиная с уровня народных депутатов. О том, что у Яценюка все-таки опускаются руки, и он объявляет в своем кругу о том, что он уходит с поста, готов подать заявление об оставке, но потом кому-то удается его уговорить, этого не делать. Правда это или нет? Если правда, то кому удается уговорить, кто имеет такое влияние, например, министра? Я бы не пользовался чутками, я бы уже чувствовал, что пів фракции Народного фронта будет голосовать за недовіру уряду. И этого не произошло. Так же, дайте оценку этим чуткам. Это все неправда. Неправда. Спасибо. Саша Боровик. Давно, давно, давно. И Андрею Йенко я давно потом, да, я давно обещаю. Спасибо большое. Алена потом Андрею. Да, Алена потом Андрею. Я хочу сказать, что до декабря месяца выглядело так, что проблема на самом деле это Яценюк. И казалось, что если его поменять, то можно выйти из кризиса. И политические элиты должны были это осознать, с моей точки зрения, потому что мне это казалось очевидным, людям это казалось очевидно. Но у политических элит не хватило мудрости. Они флиртовали с этой идеей, но они никогда ничего с ней не сделали. И четыре месяца спустя кризис стал хуже. Это теперь не кризис Яценюка как индивидуума, это кризис политической элиты, которая сейчас есть в Украине. На самом деле, мне абсолютно все равно, с каких они партий. БПП говорит что-то об оппозиционном блоке, забывая, что 25% БПП это оппозиционный блок. Бют что-то говорит о Народном фронте, забывая, что это отщепенцы от Бюта самого. И вот здесь вот люди за эти четыре месяца стали беднее. Они не верят никому теперь ни одной политической партии. Они не верят этому правительству. Им все равно пришли министры от Порошенко или пришли министры от Народного фронта. Они устали от демагогии. И на данном этапе, нужно сказать, политическая элита в Украине провалила то задание, которое им дали полтора года назад. Вы не справились с той... Спасибо. Вы не справились с той задачей, которую вам предоставили. И теперь нам нужно создать то, что называется техническое правительство. Это должен быть человек без каких-то политических амбиций. Человек, который просто приведет страну к следующим выборам. И это всегда происходит в странах, когда политические элиты, особенно парламентарии, не смогли создать коалицию и не смогли... Саша, и этим человеком может стать, продолжайте, первый, второй, третий. Этим человеком может стать кто угодно. В Чехословакии или в Чехии. Но я не могу, например. Вы можете стать... Посмотрите, кстати, вот если вы спросите меня, кто мой кандидат, я бы смотрел на него. Уманский, я бы сказал, становитесь техническим премьером, объявите о том, что вам не нужны какие-то... У вас нет политических амбиций. Ваша единственная амбиция провести страну через полгода, чтобы прошли выборы. Это будут очень опасные выборы. Страна может расколоться на две части. Вы привели страну к той ситуации, в которой она сейчас есть. И теперь вам нужно будет понести за эту ответственность на следующих выборах. Как вам такая идея, Игорь? Вы согласились бы? Игорь, премьеры бы пошли. Просто вопрос. Техническим премьером на срок до выборов. Саша сказал очень интересные вещи. Просто вопрос. Чи он ожидает, что этот парламент способен это сделать? Я ожидаю, что будет инпасе. И потом я ожидаю, что президент может сказать, что... Мы никуда не можем с этим парламентом зарастись. Мне не нравится идея новых выборов. Но у меня нет чего выбирать. Потому что страна осталась там, где она была полтора года назад. Никаких реформ сейчас нет. Никакого прогресса мы не делаем. И мы делаем очень-очень опасный крок вперед. Мы не знаем, что будет. Чи способен этот парламент выбрать такую человеку, как вы говорите? Скорее всего, Саша ответил, что нет и вся надежда на перевыборы. Это тот самый народный фронт. Когда они увидят, что печет, они начнут немного двигаться. Когда они увидят, что им нужно идти на выборы. И когда они знают, что они скоро за все даже не пройдут в новый парламент. Когда они увидят, что сейчас будет происходить в стране. Сколько это будет стоить в стране. Мне кажется, что если они правы государственные, они должны увидеть, что будет происходить. И тогда может появиться новая коалиция. Может появиться... Но мне кажется, что скоро за все появится какая-то новая людина, которая будет техническим премьером, которая приведет страну к новым выборам. Так мне кажется. Вы не ответили, Игорь. А Игорь, я могу задать микрофон. Знаете, прежде всего, я хочу поддерживать реплику Сергея. Это невозможно без политической воли парламента. Просто невозможно. Парламент самостоятельно не пьет на достроковую выборку. Предположим, что парламент проявит такую политическую волю. Ну не пьет. Ну давайте будем осознанными людьми. Они не наважатся лишить себе А. Повноважение Б термину. Не наважатся. И поэтому этот вариант, он гипотетичный. Безумовно, в условиях, когда парламент принял решение, президент его поддерживал, оголосили достроковые выборы, действительно, на этот момент кто-то должен керовать Биконавской гилкой влады. Согласно с действующим законодательством, это действующий уряд. Действующий. Они становятся выполняющими обязательствами, продолжают работать. В этих условиях, безумовно, возможно решение, чтобы будет предназначен технический, так званый, кандидат. Но нет первой состава политической воли на сегодняшний день идти на выборы. Поэтому дальше говорить о вопросе технического уряда, мне кажется, что оно, скорее всего, риторическое. Понятно. Алена, наконец... Ну, да, дякую. На самом деле, мне немного сложно слушать эту дискуссию, потому что я сегодня только вернулась из Ростова-на-Дониза Российской Федерации. И, с одной стороны, мне приятно, что мы имеем эту политическую дискуссию. У нас есть какой-то процесс, у нас есть «Свобода слова». Потому что я смотрела на политические шоу в аэропорту, которые у них происходят. Абсолютно немало свободы слова, абсолютно немало новин. Все новины только по Украине. Все говорят в одном направлении. Мы это понимаем. Но, другого боку, мы получили, начебто, політичную свободу, но мы не получили політичную независимость от олигархических кланей, от каких-то потоков, от корупційных державных интересов, от олигархов и от всего-то другого. И это ключевое вопрос. Ну, очень просто, на самом деле, сейчас перезагрузить страну. Мы могли это сделать еще в сечне, мы могли это сделать месяц назад. А вот сейчас коллеги говорят, что если мы сейчас будем шатать Яценюка, то значит, что страна будет боксировать. Мы боксуем уже р год, коллеги. Мы реально боксуем с этим урядом с сечня. Краина не развивается, реформи не проводятся. Реформи не просто пробуксовываются, они замороживаются. От конкретно моя реформа, я которой занимаюсь я, реформа Державного управления, провалена с этим урядом. Это объективные международные рейтинги, за которые, в том числе, вы говорите, у нас наша страна по реформе Державных институтов находится на 130-м месте, 140 стран страны, которые проанализованы. Мы поруч с Замбією и поруч с Нігерой за реформой виконавчої влады. Это прямой обовязок Яценюка, премьер-міністра и уряда сделать реформу гілок виконавчої влады. Ось, что вы приблизительно достигли. Поэтому, насправді, для меня, как для моей молодой людини, я уже три тижні не бачу проблеми навіть. Мені здається, что все очень просто. Яценюк не справился с керівництвом Державы. Он должен пойти в отставку. Это было очевидно месяц, потому что, очевидно, сейчас. И только после того, как он пойду в отставку, мы можем говорить про новые правила и про новую людину. Потому что сейчас, кого бы мы не назвали, Народный фронт будет категорично против. Это понятно. У них там Яценюк, Яценюк и Яценюк. И они держатся за то, чтобы зберегти своего лидера партии. Это нормально. Потому что, как только мы прибираем Яценюка, как только у них нет больше вариантов. Тут, до речи, я погоджуюсь с Сашком Боровиком, что Народный фронт мает какой-то инстинкт самозбережения, и, мабуть, не захочет идти на новые выборы. Ну, принаймні, на это я сподіваю. И тогда начинается нормальная дискуссия про нормального технического премьера. Но я вважаю, что дискуссия мает быть не про прозвища. Дискуссия мает быть про выполнение коаляційної угоди, программи уряда про конкретные реформи. Я готова сисьте написать реформу Державного управления. Вона у нас есть за всеми международными стандартами. И у нового уряда возьму зобовьязание за пів года сделать первое, второе, третье, четвертое. Все вперед. Мы не можем дальше буксовать так, как мы все делаем. И так на каждом направлении. Все. Андрей Ильянко. Дякую. Я хотел бы, первое за все, сказать про то, что на самом деле то, в чем мы сейчас находимся, политично, Украина, это уже не криза парламентская, это не криза уже давно не существующей парламентской коалиции, это не урядовая криза. На мой взгляд, это криза, в общем, такая системная сегодняшнего режима, такого переходного режима после Революции Гидности, который два года уже существует, и который, в принципе, был таким, определенным переходным буфером. И сейчас становится понятно, что дальше этот переходный режим уже существовать не может. Он не имеет для этого ни легитимности, ни реального партия на какие-то социальные группы населения. По сути, его политика, вона сегодня вызывает абсолютное озлобление абсолютной большинности украинцев. И сейчас есть два шляхи. Або мы продолжим, потому что уже не скучиваемся, а продолжим скучиваться до фактического олигархического реваншу, который полностью политически себя заманіфестировал 16 лютого во время невдального голосования за выставку уряда, когда голосами олигархических групп этот уряд был убережен, и они фактически взяли на себя политически ответственность за этот уряд. Або, и дальше это будет реванш продолжаться, в усих формах, або сейчас будет, действительно, мы вернемся на те рейки, на которые мы стали во время Революции Гидности. Как это сделать? Есть лишь два шляхи. Первый вариант – это то, который нам дает Конституция, о которой сегодня, по-моему, все уже витрали ноги, но все-таки, которая на сегодняшний день есть чинной Конституцией Украины, где написано, что в такой ситуации необходимо делать перезавантажение в АЛАДы, необходимо идти на достроковые парламентские выборы. И, власне, народ должен дать мандат в будущем уряду, а не просто это должен быть очередной политической обеспеченной 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 В соответствии, если на этот крок не идти сегодняшний политический класс, так называемый, как Арсеній Яценюк очень любит это слово вживать последним временем в своих публичных выступах, если на этот крок не идти, то тогда, соответственно, будет эта крышка дальше затискаться, пар будет внизу идти, и мы получим полномасштабное продолжение революции, но уже не в конституционных рамках. И другого варианта тут нет. С олигархическим реваншем, с вот этой тотальной брехнею и тотальными маніпуляциями, которые сейчас видим, украинцы мириться не будут. Спасибо. Спасибо. А теперь, позвольте, я сам возьму слово. И я хотел бы просто напомнить, что парламентский правительственный кризис, который продолжается уже полтора месяца, возник в результате одного единственного события. Ну, скажем, зрел-то он давно, но спусковым крючком послужило громкое заявление министра экономики Айвареса Абрамовичеса о том, что он уходит в отставку. И, в частности, тогда чиновник сообщил общественности, что ему навязывают в качестве заместителя курирующего вопроса «Нафтогаза» Андрея Пасечника, и что за этим якобы стоит Игорь Каноненко, нардеп и близкий партнер и друг президента Порошенко. Ну, и вот эта история получила на уходящей неделе развитие, потому что Национальное антикоррупционное Бюро Украины объявило подозрение исполняющему обязанности заместителя главы «Нафтогаза» Андрею Пасечнику. Его детективы подозревают в совершении преступления по статье 344 Уголовного кодекса «Вмешательство в деятельность госслужащего». Ну, сразу появились сообщения, будто Андрей Пасечник скрылся за границей, но за границей он не скрылся. Он был сегодня на допросе в НАБУ, а сегодня он согласился прийти к нам в студию. Ну, и что вам о чем вас там спрашивали, если вы можете об этом говорить, что вы отвечали? Я могу про это говорить. Я з'явився щойно вчера мне стало відомо с засобами массовой информации, что мне высылают какие-то там зналачения и разом с тем пошли все лягкие обвинения, что я кудись втек. Я негайно повернулся до Украины, поведомил детектива слідчего, что я готов прибути. О 16 годин и он мне призначил недопит, а это была больше процедура следствия действия о ознайомлении с подозрой. Подозра это первый в Украине случай, когда вручается подозра именно за этой статьей. Втручание в деятельность государственного деятеля. Вы уже узнали, что вам грозит по этой статье неудовлетворительного для вас течения процесса? Я так понимаю, там может грозит штраф до 200 неоподаткованных минимумов або арешт до 6 месяцев, если есть какие-то основы тяжкие. На сегодня этих основ нет. Фактически эти извинения полностью безвестовные, базуются исключительно на том, что у нас была дружная переписка с Айварасом, она лягла в основу этого извинения. И, как сказано в этой подозре, я его вмовляв призначити себе, сейчас процитую, незаконному впливу у форме вмовлянения членов Кабміну с методом перешкодить выполнение служебных обязанностей и добиться принятия незаконного решения. Простите, пожалуйста, скажите, вы звонили, по-простому сказать, вы звонили господину Абрамаевичу, вы говорили ему, что вы хотите стать его замом и ваше назначение уже согласовано наверху. Ну, такого не было, по-перше. За Айварасом мы спілкуемся больше полтора года, мы вместе в аукционном комитете, он даже год назад вступил за меня даже на заседании уряда, когда стало вопросом. Он сам каким-то образом написал эти смс? Нет, смс были, я же вернусь Есть, по-моему, картинка с смс? До истории вопроса? Или нет? Нет, наверное. А, вот, вот, видите, да? Вот, пожалуйста. Это вы пишете. Мне это предложение поступило от команды Петра Алексеевича. Это стосовалось непризначение. От кого конкретно меня приглашал к себе Каноненко и сказал, что с премьером они согласовали. Это не мое призначение. Это было листование стосовно того, что когда в него пошел в отставку пан Корш с посади заступника министра я вернулся до Айвараса розглянув свою кандидатуру особисто свою кандидатуру на эту посаду. Вин відразу зауважив, что ця посада ним обещана под оборону и отдана под РНБО. Я ему это листование стосовало того, что за мою информацией ця посада планувала в будущем разделение на двое посады и тогда когда вы себя не лоббировали а лоббировали другого человека. Нет. Это существовало разделение на двое посады. И я хотел обнимать одну из этих посад. Я себе запропонировал в якости кандидата. Но шантажа, угроз и каких-то там... Ждного даже этого нет. Хорошо. А после... Если вы говорите, что невиновный я просто спрашиваю. Андрей мне сказал, что вот эта переписка была не о его кандидатуре, а какой-то другой кандидатуре. Была посада в Вильнак. Пан Корш пришел до отставки. Я наступного дня написал в Айваресу, что... Должность заместителя министра... Просто заступника министра. Пан Корш руковал нафтогаз в Министерстве экономики все документы до Нофтогаза приходили за его підписку. Хорошо. А вы пробовали с господином Абрамаевичем обсудить, почему он сделал такие заявления? Я пытался выйти на звездок, он не отвечает. Это было за неделю до этих смсов. За неделю до этих смс он был у вас на дне рождения? А что подарил мне, интересно? А почему вы смеетесь? Мне очень интересно, что дали. А вдруг должность, а потом передумал. А по утру он передумал. Микрофон, одну минутку, микрофон возьмите. Нам микрофон нужен. Скажите, пожалуйста, если так рухать, это нормально? Такое листование? Ну, с вашего боку. Ну, просто. скажу, у нас был товар, мы с ним півтора року листовались в дружной, он мне с посылания на статьи, мы консультировались с других вопросов. За неделю до этой переписки он был на дне народжения, если он был сторон человеком, он бы не пришел, это неденароджения вмене. это я зрозумел, а там наприкінці его засмутило, он сказал, со мной не хотели согласовать. Ну, это как? Введение двух посад, ну, так это не до меня вопрос. Так вы понимаете, что это нормально, что с министром не ходили? Я с ним не передавал. Никаких документов вы не передавали? Господин Армай сказал, что вы передали в его приемную пакет документов на ваши назначения. я не приносил, я их передавал, после того, как он мне написал, что он... Если бы при передней владе была такая переписка, сказали бы, это коррупция, а так это дружная переписка. мне мне кажется, что это абсурдно, это плохо, это отвратительная практика, она явно свидетельствует о том, что есть колуарные какие-то договоренности, но я не вижу принуждения, я не вижу факта того, что кто-то кого-то что-то заставляет делать. А его и не было этого факта, я запропонував свою кандидатуру. Если бы он запропонувал свою кандидатуру, там что-то сделали, министр в этом не поймал участь, но потом, что интересно, что Айворос приходит на день народжения, я ходу на день народжения только до друзей, за неделю, за неделю, это значит, что между ними есть какие-то нормальные чиновичные отношения. На дне народжения он сказал тост, что он хочет с вами працювать, мы много сделали. Я бы рад пану пасечнику дали не комментировать. Я вам скажу сейчас. Ну это гротезно. Просто хочу сказать, что я для себя принял решение, я во вторник подойду к Владимиру Гройсману и предложу себя на должность вице-спикера. Более того, я скажу, что об этом мы, я думаю, уже согласовали только что с Ласенком и с Голубом. Если он после этого подаст на меня в суд, я при свидетелях говорю, я на самом деле больше ни с кем не договорился. С Кананенко точно. Татьяна, вы что-то хотели сказать. Это бред. Не, насправде это не смешно. Борислава, у вас ничего не выйдет, потому что вы до Гройсмана на день народжения. Не ходите и не пьете с ним чарочку. Вы этого не знаете. Она же знает, кто там был, кто нет. Она же была. Но что хотела зауважить, что там дискутировать, кто до кого ходил, протламачить из местного смс. абсолютно работа правоохоронного органа антикорупционного бюро. И тут, снова же таки, нужно говорить не про персоналі. Проблема в том, что системная помилка закладена в законе про центральные органы виконавчої влади, сгідно с нормой якого министр не может призначать собі заступников. Про что постойно говорит самопомощь? Если человек, технократ, погодится обвиняти посаду министра того чи іншого, например, министра финансов, то мы должны надати ему право призначать собі заступников, в які він повинен брати людей своєї команди. Тоді ми не будем мати таку ситуацію, що Кононенко, Петренко, Гройсман, Береза погоджують заступників для міністра економіки. Татьяна, извините, я извините, что вас перебиваю. Есть другая точка зрения по поводу конкретной истории с Андреем Пасечником. Весь пафос заявления господина Абрамовичуся был, извините, направлен против Игоря Кононенко. Он говорит, что вот этот человек главный, который вмешивается в работу его и вообще в работу Кабинета Министров и пытается расставлять своих людей, смотрящих там в разные места. А теперь, поскольку, к сожалению, господин Кононенко слишком высоко сидит и в некотором смысле неприкасаемый, господина Пасечника решили сделать крайним. Согласны с такой Я не схильна демонизувати... И вам продолжу после. Завершили эту тему на следующий час? Спасибо большое за аплодисменты. Продолжаем программу «Чёрное зеркало». В предыдущей части я задал вопрос, на который Андрей Пасечник просто не успел ответить. Всё-таки повторяю вопрос. Там нет ощущения, что вас делают крайним во всей этой истории. Ну, это очевидно на сегодня, потому что заявка пана Абрамевича, она касается не меня, это так точно. В связи с тем, что не нашли больше вагомых персонажей, это бюро, которое створено, я так считаю, для того, чтобы повернуть миллиарды денег, как они означали, что 100 миллиардов выведено из страны. Они занимаются стрельбой с пушек по воробьям. Ну, это моя особенная думка. Ци звинувачения, они полностью безпредставны, потому что даже склада злочину тут нет. Потому что сам Айварас, если бы его кто-то погрожил, он не принимает решения о призначении. Он призначает заступников министра, как и посаду министра, это политические посады, согласно закону Украины по центральному посаду. И почему я не мог этого сделать? Я надислав документы, чтобы он ознайомился, резюме, биография и так далее. Вважаю, что... Вы сказали очень правильную речь, что политическая сила может публично, прозоро запропоновать кандидатуру, которую она считает нужна, на ту или иную посаду в уряде. Но это было в вашем случае. Почему вы в своей профессии посылались на конкретное прозвище Кононенко? Саме в этом, я, как юрист, не согласен с паном Боровиком, саме в этом, используя впливовое прозвище, впливового парламентаря, представника президентской фракции, вы в таком способе не призначен на посаду. Я же зазначил, это призвища стосовалося того, что мне было відомо, что есть погоджение того, что будут делиться посадой. Я себе запропоновал, потому что Айварас меня знает. Вы написали, это погоджено с Кононенко. А вы можете сейчас нам показать вашу заяву, зареєстрованную в секретаре Кабинета Министров, с пакетом документов, что вы пропонете свою кандидатуру до публичного прозорого конкурса на посаду заступника Министра экономики. А це Айварас вирішує, я надав документи, для того, щоб він... Я надав їх документи, щоб він їх віддав в відповідну перевірку. Я ж не сказав, що призначене. Навіть не було жодного натяку на це. А якщо ви подали документи, то тоді ви в жодному разі не маєте права писати смс-ки особі, яка вносить вашу кандидатуру і посилатися в цих смс-ках на впливових народних депутатів. От в цьому якраз і є ознаки корупційних діянь. З вашого боку, якщо ви подали ваші документи, дійсно, в установленный законом способ, тоді не пишіть смс-ки міністру, який вносить кандидатуру для уряда. Ми з ним спілкувалися щодня. Ну, які можуть бути питання? Дмитрий, Дмитрий, ви просили слово. Так, тут потрібно поділити на декілька аспектів. Тут погоджуюсь Тетяною, що не може бути ніякого тиску, про те, що міністр повинен призначати своїх заступників. Якщо ми розбираємо конкретну ситуацію з Айваресом, то, наскільки мені відомо, всіх заступників призначав, дійсно, призначає Кадмін за поданням Айвареса. І ті заступники, яка зараз у нього є, це ті заступники, яких він подавав самостійно, ніхто. А вон сидить Сашко Боровік, колишній перший заступник, якого подавав Айварес. Микрофон, Саша, подождите, ви скажите всю эту історію в мікрофоні. Ви просто не залучали Кананєві. Іщо раз заново. Коли йшов я, то Айварес сказав, це мій перший заступник, я прийшов в Кабмін, затвердив Кабмін, потім прем'єр пан Яценюк сказав ні, Айварес пішов до... У вас Кабмін затвердить? Я закінчу, мене затвердив Кабмін. На засіданні Кабміну. А як же він міг сказати ні? Кабмін сказав ні, Кабмін сказав так, прем'єр сказав ні, ППП і президент сказав, йди за нього, тобі треба боротися. Айварес пішов до прем'єра два рази, прем'єр сказав ні, ні, і тоді я вийшов з Кабміну. Тому тут прем'єр робив такі самі речі, це є практика, це не перший заступний, який пройшов через це, так само було в Міністерстві енвиромент, як це називається? Так, екологія, це було досить часто. Так само, коли призначали Коржа, Коржа також не хотів дуже сильно прем'єр, Айварес мусив за нього воювати, щоб його призначили, декілька разів там були проблеми, потім нарешті його призначили. Ця проблема, вона існує. Тем не мені, Айварес вийшов з обвиненнями не в адрес прем'єра. зараз він вийшов, зараз він, да, він зараз вийшов з обвиненнями в адрес Кананенка, але на самом деле давайте уберем імена, давайте смотреть на практику. І практика того, що йдуть які-то калуарні беседи о тому, хто має бути заступником, вони завжди були. Це завжди согласовувалось, це завжди решалось не в парламенті, не в Кабміні, це все решалось як-то вот между... Мене тож в своє время мене предлагала Аня Габко і... Ви щас за НАБУ договоритись. Зам'ятитель Ложкина, то есть... Тож в СМС переписка? Шимки. Я сказав, он мне не нужен. І Айварес нічого не мог сделать, хоча ему в адміністрації президента сказали, йди защищай. Олег, я договорю. Просто ми говорили про те, що... про сам склад злочин, про те, що говорить пан Андрій. Айварес, він є міністр. Я більш, ніж впевнений, що він, коли виходив зі звинуваченнями проти пана Андрія, він не робив це голослівний із його слів. Значить, він щось знав. І тут питання іншому. Тут питання, те, що казала Тетяна, що має розслідувати НАБУ. НАБУ ми створили, тому і дали високий кредит довіри. І в тому числі кредит довіри дали суспільству. І зараз в цих перших справах ми повинні бачити їхню роботу. І вони не можуть себе дискредитувати. Той детектив, який на сьогоднішній день, от я сьогодні почув, я теж юрист, почув, що він сьогодні прилетів, бо були якісь звинувачені, що він втікає. Я не знаю, від кого вони були ці звинувачені. Маю надію, що не від НАБУ, тому що це дискредитація цього року. Він прийшов туди самостійно, зізвонився з детективом, не було допиту, тобто є фактова справа, яка вже триває майже місяць. Ні разу його не викликали на допит. Це вже є певний елемент недовіри. На сьогоднішній день НАБУ не має права собі такого дозволяти. Той детектив, який здійснює, він вручає підозру, здравто скажуть, що він мусить втекли, робить посилання на якусь статтю. Я вже це пригадую, таке вже в нас було. Коли в нас детективи роблять посилання на статтю процесуального кодексу, ніяк її не мотивуючи. Кажуть, а так в кодексі передбачено, тому давайте ми щось будемо застосовувати. У мене тут питання відповіді. А що ж стосується мого колеги, відповідно до якого Айворас зробив звинувачення? Тобто виходить, в даному випадку, що так, в даному випадку хтось тут тоді бреше. Або Айворас. Тому що я не чув ні в одному публічному звернення про те, щоб він згадував пасічника в тому, що він його до чогось змушував. Тому що має бути умислов. А тут статтю, по якій його звинувачують, ну там є конкретне змушення прийняти якоюсь незаконне діяння, втручання в роботу. Це все є. Але це потрібно довести. І зараз, якщо Національне антикорупційне бюро, а вже все, пішов відлік. Сьогодні вручили підрозвілу, це є два місяці для того, щоб підготувати цю справу до суду. І якщо вона там розвалиться, то це є дискредитація цього органу, який ми створили. Не маємо собі цього дозволити. Ми не можемо собі цього дозволити. Я єдин, з чим згоден з паном Андрієм, що ця мета була не Андрій, мета була Кононенко. Він, по суті, високо запригнув. Розумієте? І мета була саме збити його. А інша мета показати на цьому прикладі, як неефективно працює НАБУ. Оце інша мета. І побачите, це все розвалиться і нічого з цього не буде. Пожалуйста, Геннадій. Ще можна один нюанс. Я хотів би нагадати про те, що пан Пасічник, будучи заступником головного правильня НАК «Нафтогаз України», він дуже активно займався питаннями повернення контролю держави над активами. Це над компанією «Укранснафта». І це успішно було зроблено. Також була спроба, не така успішна, повернути контроль держави над компанією «Укрнафта». І, скажімо так, дискредитація заступника голови правління також буде мати наслідки і для держави у тому вигляді, що НАК «Нафтогаз» втратить можливість активно виборювати свої права, контролювати компанію, змінювати менеджмент на той, який би відповідав і відстоював державні інтереси в компанії «Укрнафта». Дякую. Сергій. Ви знаєте, оскільки ми вже почали обговорювати там публікації, смс-ки, переписку, сьогодні там теж опублікували на достатньо великому інформаційному ресурсі цікаву переписку «Нафтогаза» з «Укргазвидобуванням», де вони розписують один одному, як вкрасти мільйон доларів. Я підготував відповідне депутатське звернення до НАБУ для того, щоб це розслідувалося, але повертаючись до нашого першого питання, чого ж так Арсеній Петровича Ценюк тримається за своє крісло? Тому що кожен день можна пиляти мільйон доларів. Тому відбувається те, що відбувається. І знаєте, нам одночасно, нам підвищують тарифи і кажуть, ви повинні покрити збитки «Нафтогаза». При цьому, сидячи в «Нафтогазі», вони домовляються з «Укргазвидобуванням», як спиляти мільйон доларів. Оце, знаєте, як кажуть, коло замкнулось. «Нафтогаз», «Уряд», небажання відставки, недовіра до «Уряду» і до «Нафтогазу». І, до речі, тут нам теж розказували, що в «Нафтогазі» зараз працює молода команда технократів. Ну, крадів, напевно, да, а от з техно у них проблеми. Що, Борислав? Алексей, я хочу вам сказати інтересну вещь. Вот ми щас обсуждаємо такі питання. Кого нам прем'єрський міністр уйдет, не уйдет? А все гораздо проще. Посмотрите, Яценюк зробив достаточного інтересного путь. От «Куля в лоб» до «Юля-Юля», от «Як Камикадзе» до момента, коли він розказує, що він партнер партнера президента. Помніте, ще буквально недавно. У мене визначає вопрос такий. Нормально ли він сейчас себя чувствує? Комфортно ли? Сто процентно нет. Именно поэтому начинаются оговорки. Именно поэтому он начинает заявлять, что він буде кусать губи до конца, а конец ще у нього длинний. Я хочу сказати, что то, що сейчас делает Яценюк, вот тут я согласен с своєю колегою Сергеем, він хоче остаться у власні до конца приватизации. Более того, совсем недавно він запустив пробний шар. Він сказав, що потрібно приватизувати, продавати, вернее, один мільйон гектар государственних земель. приватизувати остатки Облэнерго, точно так же Укрзалізниця, а теперь Укрпочта, где, как известно, как говорят, квота народного фронта. Предприятие в убытках, фактически структура отдается под нову пошту, и в итоге государственное предприятие банкротится намеренно. Очень много бизнес-проектов у премьера еще не закончилось. Проблема в том, что когда они закончатся у премьера, закончатся перспективы у Украины. А вот это не допустимо. Я прошу прощения. Прежде чем мы там уйдем в какие-то другие темы, все-таки я хотел бы последнее слово предоставить Андрею Пашу. Оптимистичный говоритель. Евгений, вы что-то знаете? Нет, я просто обещал его отпустить пораньше. Поэтому, Андрей, все-таки я понимаю, что, наверное, вы не можете отвечать на конкретные вопросы по поводу содержания ваших разговоров и вашего допроса в НАБУ. Но все-таки... Допыта, как такого не было. Была следующая дия по вручению педозра. И все, да? Так. Ну, скажем, по тому, как с вами там общались. Как вы думаете, чем все дело закончится? Ну, и... Мне это невидимо. Я думаю, что я свою правую позицию буду отстоивать, потому что доказов какого-то там провины тут жодным чином немає. Тому мы... Фундаментальный вопрос, что у вас было сказано? Чи он... Жодным чином... Фундаментальный вопрос, да, задает вам Саша Боровик. Было ли у вас что-то с канонем? Это в свете нового постановления Кабмина, наверное. Он... Был ли он у вас на дне рождения? Что подарил? Не было, не лоббивав. Я... 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 Жодным чином не представник жодной из политических групп. Тому я сам себе и продавав. Но не вдало. А скажите, если вдруг... Ну... Вам удастся отстоять свою правоту, вы будете подавать иск о чести, защите и достоинства? Обовязательно. Иск кому? А к кому? До НАБУ. До НАБУ. К вам, Болеслав. Просто мне интересно, согласовано ли это с Каланенко? Хорошо. Спасибо. Давайте закроем, наверное, уже эту тему. Давайте подведем черту под этой темой. Спасибо, Андрей. Мы вас отпускаем. Вот. Ваше место может занять Андрей Ильенко. Хорошо на трэп. Мы не на БУ. Не в НАБУ. Да. Что-то вы хотели сказать, Игорь? Маленькую реманку. Дайте микрофон, пожалуйста. Нет, лучше тот. Ну, я вас... Окей. Когда мы говорим про желание премьера продать землю, там, то должны сказать, что у нас есть мораторий, и реально ее сделать нет, и законных актов для продажи нет. Поэтому я думаю, что это больше такой позволь до внешних инвесторов, чтобы его поддержали, чем для внутреннего Это было заявлено на политическом телевидении, а не по западному. Это первое. Другое. Когда вы говорите, а кто должен быть премьером? Я тут не погоджусь. Я говорю. Нет. Мы, когда обговоримся, и когда пан Саша Боровик говорил про то, что это должен быть технократ, нет. Кроме европейской практики, что реформы может делать при двух условиях. В европейской практике принято не воровать из бюджета. Можно не перебивать? Да. Вы же был кандидат мэри Киева, интеллигентнейшая людина. Я понимаю, вы мертвы к Каушу, я помню. Я двое, так. Есть две условия. Первое, это доверие к той человеке, которая должна делать эти реформы. И второе, четкий план, который она должна реализовать. Что до Кононенко, чтобы завершить эту тематику, потому что это также член фракции Блоку Петра Порошенко. У нас в действительности проблема, и с мной погодятся те депутаты, которые ведут государственную службу, что на сегодняшний день я хочу подкреслить, что министр это политическая фигура, на жаль. Политическая, так написано в нашем законодавстве. И чтобы мы тут не говорили, мы формировали поквотно уряд. И это один из представителей, и это есть политическая ответственность, в том числе. Вы смотрели СМС, переглядали ее. А вы знаете, что я заметил, что вверху написано не Андрей Васильевич, а Андрей Петрович, а Андрюша. Значит, какие отношения были между министром экономики и с той человеком, которая предложила его на заступник. Поэтому надо всегда подумать над этим. Подписывайтесь, Андрей написано. Подписывайтесь, самый верх. Адрюйте обратно, пожалуйста. Помогу оно проходить. Верх. Не вниз. Давайте уже в таком деле. Я вас прошу. Ну, Андрей, и все. А не Андрей Васильевич и иначе. Это вайбер. Андрюша. Спасибо. Я не понял. Давайте мы сейчас немножечко сменим тему, чтобы не получилось так, чтобы о судьбе Надежды Савченко мы разговор скомкали в самом конце программы, как это у нас часто бывает. А мне кажется, на этой неделе этот разговор заслуживает всяческого внимания. Ну, я напомню, что на этой неделе Надежда Савченко наконец была дана возможность произнести последнее слово. И это было чрезвычайно эмоционально. И на этой неделе практически весь мир за нее вступился. Достаточно там напомнить беспрецедентный случай, когда два высокопоставленных американских руководителя в один день сначала Джон Керри, глава Госдепартамента, а потом вице-президент Байден выступили с жесткими заявлениями, в которых потребовали немедленного его освобождения, ее освобождения, простите. Но пикировка, тем не менее, продолжается, я об этом уже вскользь говорил в первой части программы, потому что украинская сторона и не только украинская сторона, ОБСЕ сейчас уже во весь голос говорит, что освобождение всех пленных, о котором написано черным по белому в Минских договоренностях, распространяется и на надежду Савченко. В Москве, повторяю, думаю, чуточку иначе. Но вот мне прежде всего хотелось спросить вас, Алена, вы же ездили на суд, что там было, какие у вас впечатления? Ну, дуже-дуже багато вражений, дейсно, но, может, наибольшое вражение, что надея, будучи семый день на сухом голодовании, это было уже после суду, она все-таки сказала свое останнее слово, сказала его очень эмоционально, мы все его видели, она повела абсолютно сгидностью, абсолютно достойно, то есть она сделала полную противопротележность того, что ожидал Кремль. Очень четко, если посмотреть кремлевские передачи, очень четко видно, что 90% всех новин, которые у них есть, они сейчас про Надюю Савченко, про Украину и про то, что происходит у нас в Украине с Надей Савченко. И они, звестно, хотели бачить ее слабанной, они хотели бачить ее слабкой, хотели, чтобы она там не могла даже говорить, они не допускали и не допускают до нее украинских лекарей, как вы знаете, мы не можем установить, какой у нее сейчас здоровье, но она показала абсолютно иншу людей. Вот господин Лавров, министр иностранных дел России, наоборот, заявил публично, что не пустили, в разговоре с Павлом Климкиным, что врачей не допустили потому, что Надежда Савченко вела себя совершенно неподобающим образом. Но это абсурдно, пробачьте, шизофреничная конструкция, человеку не дают защитить право на жизнь и на здоровье, потому что кто-то считает, что она себя как-то не так поводила. Плохо ведет, он сказал, плохо ведет. Но это абсолютно чутко отображает ментальность и позицию российской влады. И они так в усьом, на жаль, что касается российско-украинского конфликта. Ви прави, что ключевая проблема поляга в том, что Россия не признает юрисдикцию любых домовленностей, в том числе и Минских, по тих наших хлопцях и Надежда, которые перебывают в заручниках у Кремля. То есть они говорят, что это украинские злочинцы, которые, ну, нібито злочинцы, которые, нібито вчинили злочин на территории России, а вот так их не включают формально в жодные юридические перемовные процессы. Извините, пожалуйста, у нас сейчас на связи появился, правда, картинка, к сожалению, по скайпу не самая лучшая. Илья Новиков, один из адвокатов Надежды Савченко. Илья, слышите нас? Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мы вас не очень хорошо видим, но слышим отлично. Я так понимаю, вы сейчас находитесь в Соединенных Штатах, да? Да, совершенно верно. И что там в Соединенных Штатах вы наверняка имеете и встречи, и беседы на эту тему. Как настроение, скажем, американской политической элиты? Далеко ли они готовы идти в поддержке Савченко и в вопросе ее освобождения? Знаете, я последние две недели пытался выяснить ровно это, насколько далеко они готовы идти. Разные люди по-разному. Если брать Конгресс, который в сентябре 2015 года принял двухпартийную резолюцию, а двухпартийная резолюция это очень серьезная штука. Это означает, что это не чей-то частный проект, а это не действительно все элиты в целом. Так вот, Конгресс настроен решительно. Они видят, что предыдущая резолюция была России воспринята как шутка, может быть, как какое-то незаслуживающее внимание обстоятельство, и они сейчас рассматривают вариант того, что к приговору или сразу после приговора будет какое-то продолжение. В предыдущей резолюции был призыв ввести персональные санкции против российских чиновников, должностных лиц, которые лично участвовали в преследовании незаконном лишении свободы Савченко. Что будет в следующей резолюции, пока непонятно, но, судя по всему, она будет и будет гораздо более жесткая. Ну вот европейские политики, европейские парламентарии, члены Европарламента, члены парламентской ассамблеи Совета Европы уже готовят, как сообщают следствия массовой информации, список Савченко, подобный списку Магнитского. Такой вариант рассматривается? Ну, смотрите, если брать именно американскую ситуацию, то здесь все несколько сложнее. Здесь за санкции отвечает не Конгресс, а Госдепартамент. И Госдепартамент у него свое видение того, как нужно вести дела в России и что нужно делать и в каком порядке вообще вводить все эти. Меры я могу и, к сожалению, связан тем, что со мной беседовали всякие раз континентально, таких встреч было много, но я неправильно назвать ни одного конкретного человека, с которым я сговорил. Но недалее, как сегодня, у меня был разговор с очень ответственным человеком в Госдепе, который я спросил буквально следующее. Когда госсекретарь Кэрри высказался очень жестко по поводу ситуации Савченко, что мы настаивали на ее немедленном освобождении, не дожидаясь приговора суда, не соблюдая обычных таких случаев условностей, действительно ли Госдепартамент имел в виду именно это. И мне сказали, да, мы имели в виду именно это. И меня заверили в том, что ситуация персональной Надежды Савченко, она им понятна. Я спросил, нужна ли им какая-то новая информация, они сказали, нет, не нужно, у нас есть вся информация. Они действительно придают этому делу совершенно выдающееся значение. Даже в числе других пунктов повестки ситуация между Россией и Украиной. Поэтому из вот этих встреч, которые у меня были здесь в Соединенных Штатах, я вынес убеждение, что оставить эту ситуацию вот так, как она есть сейчас, когда Россия отвечает через своих разных представителей, через МИД, через представителей МИД, через Министерство и Министры иностранных дел, что это наше внутреннее дело, не лезьте. Такой ответ США не устраивает. Это я вынес совершенно однозначное впечатление. Хорошо. Я не буду вас долго мучить вопросами, тем более, что связь у нас не очень устойчивая. И даже временами вас плохо слышно, но все-таки, что касается непосредственно вашей работы адвокатской команды, чего вы ждете, какие ваши дальнейшие шаги и есть ли вариант со скорым освобождением, скажем, в прессе активно обсуждается вариант с обменом Савченко или в прессе, скажем, активно обсуждается вариант, при котором Савченко выносит обвинительный приговор, а отбывать его направляют в Украину. Смотрите, я бы хотел подчеркнуть одну вещь. Дело в том, что работа адвокатов именно как представителей в суде у нас фактически уже окончена. Нам осталось выслушать предсказу, это не требует нашего участия. Поскольку Надежда отказалась подавать операционную жалобу, то наша функция как адвокатов сводится по сути с этого момента только к тому, чтобы поддерживать связь с ней. Поскольку вы знаете, к ней не пускают врачей, уже объявлено о том, что до приговора к ней не пустят никого из родственников и даже консулов Украины фактически мяч сейчас полностью перешел на сторону политиков и дипломатов. То, что Кэрри озвучил свое заявление не поддать приговора, это очень хороший знак именно того, что политики это понимают, что ждать еще две недели нет никакого смысла, приговор можно вести сейчас. Хорошо, извините, связь с вами все время прерывается, Илья. ...формату, который Россия может избрать для того, чтобы Сашенко передать в Украину. Я понял, спасибо вам большое. Я хотел сказать. Хорошо, да, что вы хотели сказать еще? Просто прерываемся через слово. Я понимаю, совершенно не важен формат помилования, обмен, что-то иное. Значит, сейчас единственный вопрос, который по-настоящему важен, убедить российское руководство в том, что дальше вот так продолжать нельзя. Если они это поймут, они сами найдут предыдущие решения. Спасибо большое, это был Илья Новиков на связи с нами. из Соединенных Штатов. К сожалению, сегодня связь была у нас скверная, но тем не менее, возвращаемся в студию и благодарим Илью. Вот знаете, здесь у нас присутствует Мария Снеговая. Микрофон, пожалуйста, Марии дайте, да? Мария политолог, она работает в Америке, в Нью-Йоркском университете. Вот можете ли вы ответить на такой вопрос? Из того, что говорил Илья, я так понял, что существуют всё-таки разные подходы в Америке и к делу Савченко, и вообще к вопросу о помощи Украине, потому что, ну смотрите, была ведь и двухпартийная резолюция, которая призывала президента предоставить военную помощь, в том числе летальным оружием, а Белый дом сказал не время. Как вы можете всё это прокомментировать, Мария? Да, добрый день, коллеги, большое спасибо за приглашение, очень интересно. Знаете, в России, к сожалению, у нас нечасто увидишь такие передачи, просто их нету, где представлены разные точки зрения. Что касается США, напомню, что уже существует довольно успешный прецедент списка Магнитского и подобных списков, которые таргетируют именно непосредственных чиновников российских лиц высокопоставленных, которые ответственны за это преступление. И сам по себе этот список, он довольно оказался успешным, он оценивается как успешный опыт, без того, чтобы провоцировать Россию в целом, потому что вот эта администрация, как вы знаете, очень опасается... мы ничего не знаем, вы нам всё рассказываете. Исходите из того, что мы не знаем ничего, поскольку мы же работаем не для себя, а для зрителей. на данный момент у руля, в Белом доме находятся люди, которые, так сказать, очень аккуратны в своих отношениях с Россией. И Керри, прежде всего, Барак Обама, он очень часто идёт в разрез с мнением Конгресса и вообще с мнением американского эстеблишмента, особенно в связи с украинским конфликтом, акцентируя более такую мягкую позицию относительно Россию, чтобы ни в коем случае не злить российского медведя. С этим связано то, что, в частности, Украине так и не была в итоге предоставлена военная помощь, которую очень активно лоббировали, и по которому более-менее консенсус в Вашингтоне был достигнут ещё год назад, что нужно её предоставить. Но именно, в общем-то, решением двух лиц, Керри и Обамы, прежде всего, этого не было сделано до конца. Такая же ситуация, фактически, такая же политика, которая как бы идёт в сторону как бы в сторону Украины, мы понимаем, что Украина, так сказать, находится под угрозой, что это агрессия России. Но, тем не менее, мы не делаем слишком решких шагов, чтобы ни в коем случае не спровоцировать Россию. Она продолжается до сих пор. Вот буквально вчера вышло новое интервью Барака Обамы, по которому он говорит, в частности, о своей внешнеполитической позиции, говорит о своих отношениях с Владимиром Путиным. И, в частности, он говорит, что трудно назвать комплиментом, что Владимир Путин не так уж и глуп. Я, честно говоря, не знаю, как это интерпретить. Не верю, что это комплимент. Это в российских средствах массовой информации так перевели. По-английски это уже... He is not completely stupid. Это в переводе на русский язык означает не совсем тупой. Ураг, так скажем, да. Но при этом он говорит, что надо понимать, что Украина намного важнее для России, чем она для нас, и она всегда останется приоритетным вот этой сферой агрессии российской. То есть, как бы подчеркивает ограниченность того, что Америка может сделать. Плюс к тому, наблюдается, безусловно, усталость относительно Украины в целом в Вашингтоне. Понятно... Ну, то если вот вы были год или два, полтора года назад, что все были абсолютно сторони Украины, что ей нужно помогать, как я говорила, был достигнут более-менее консенсус относительно поставок оружия и помощи Украине с реформами. В текущий момент это гораздо более расстроенные голоса. Украина и разочарована? Разочарована Украина тем, что не удается продвигать реформы, то, что постоянные коррупционные скандалы, то, что Украина сама себя как бы ну, немножко дискредитирует в этом смысле, да, вот ей как бы пытаются помочь, а в итоге получается, что вот то, что Россия говорила, видите, так сказать, вот страна не в состоянии справиться со своим проблемам, все это как бы немножечко на сторону России. Но все-таки по вашим ощущениям, извините, что я перебиваю, но нам надо как-то так темп поддерживать, по вашим ощущениям, как далеко пойдет Америка в деле того, что защитить и добиться освобождения Савченко? Санкции, вполне вероятно, вот такие таргетированные санкции, но, опять же, так сказать, я не вижу, что еще может быть сделано радикально. Могут быть какие-то кулуарные переговоры, в котором будет давление оказываться на отдельный путь. С учетом того, что Россия сейчас очень активно лоббирует отмену санкций западных, потому что российский бизнес по факту отрезан от кредитов западных, и это усугубляет экономический кризис, здесь могут быть какие-то там уступки, например, России кулуарные. Мы точно, это трудно сказать, это возможно, но резких шагов, так сказать, против каких-то жестких по этому поводу радикальной смены повестки, я бы не ожидала. Спасибо, Мария. Алена. Я бы трохи захотела завершить на свое вражение. Вы знаете, если говорить про то, что отпустят Надюю Савченко, я очень верю, что это действительно станет. Я верю, что Путин сейчас грает на то, что он увеличивает ставки. То есть, або он говорит, что нам нужно легитимизировать Крым российский в обмен на Надю или что-то еще, но он будет вести эти перемоги, и он будет это делать. Почему мы туда поехали? Ну, по-перше, мы хотели показать Надю, что мы ее поддерживаем, мы даже готовы были с сестрой делать окремные митинги, готовы были до того, что нас затримают под СИЗО. Но это была не главная идея. Главная идея была действительно переконаться, что с Надією все гараж, что она зупинить сухое голодование, которое просто загрожило ей життя каждую годину. И слава Богу, что она действительно обрала шлях боротьбы, зупинила сухое голодование на час. Но она заявила, что как только будет вынесен вирок, она его пановит. Потому что она понимает, что вся ситуация, когда Путин поднимает ставки, играет и торгуется ее життям фактически, она будет очень долго тягнуться, на жаль. Потому что я думаю, что она иду на пролом. Вот знаете, как украинский и правильный солдат. на сухой голодовке долго не протянешь. Но в том, что у нас нет времени, и у Путина тоже нет времени. И она, как она нам зазначила, будет объявляться сухое голодование сразу после выруха. И сразу после выруха этот час будет всплываться. И поэтому мы, например, что мы сделали? После приговора Надежда обещает вторую сухую голодовку. Так, потому что мы сделали. Мы, по-перше, записали під стенами ее СИЗО, яке, до речи, находится так иронично на украинской улице. В улице называется Украинская. Мы записали звернение до всех лидеров, керевников держав G7, где сказали, что сейчас пройшел час уже такого last resort на английском языке, то есть последних усилий и последних заяв. Надежда чётко сказала, что она будет выбирать або свободу, або смерть. Она не будет там находиться вечно. Она не будет позволять Путину маніпулювать своим життям або собою, або обмінювать ее на тысячи других людей, россиян, або на территории Украины. И тут она показывает такую гидность, которую, знаете, хотело, чтобы хоть трошки украинских политиков тоже мали. И она нам просто показывает, какие насправді украинцы, какие они сильные, какие они оптимистичные, они здатны с посмешкой противостоять всей Росии, мы это бачим на суде. И тут просто украинские политики мают это памятать, бачить и быть гидными таких своих громадян. Пожалуйста. Да, 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 пожалуйста. Я хотел бы продолжить думки у своей коллеги Альонки. Вот, например, сегодня вышла, напевно, одна из наивторитетнейших виданий света The Economist из статей, которая присвячена Надею Савченко. И там есть такой, насправді, я вважаю, очень хороший префейс, который звучит таким образом, что Украина has got a new national hero. Тобто, Украина мает нового национального героя. И действительно, то, что делает надея, показывает поведение национального героя. И мы все разом, я думаю, мы должны докладать максимальный усилий в своих возможностях, доносив эту думку до европейских лидеров, пытаясь впливать на российскую владу. Потому я думаю, что мы все свидетельствуют, что доля Надеи Савченко лежит в руках исключительно одния и единого человека. И это, на жаль, не судья Ростовского или суду, где сейчас происходит. Я хотел бы також зазначити одну ремарку о том, что вы сказали о том, сказали, что вот такая позиция государственного деятельства, не последнего государственного деятельства Российской Федерации, на самом деле, как на меня носит все знаки криминального злочина, международного криминального злочина, как на то, что когда у человека забирают наибольшую ценность, что в ней есть. Это право на житие, ну и соответственно право на здоровье. То есть поведение, или какие-то фразы, или как ведет себя на коих заходах, влияет на то, что она получает належное медическое лечение, или нет. Это все знаки геноциду. Больше того, деградация цієї нации появилась также в фейковом листе, который мы видели от президента Украины. Это показывает аморальность, полную извините за неконвенционное слово, тупизну политической элиты, и эти пранки мне становятся не переливки, когда я это все вижу. Я думаю, что пранкер, как его замкер, пранкер, не будет милово. Это не важливо, но вопрос в том, вы же понимаете, поверьте мне, в Российской Федерации я глубоко переконанный, что никогда в жизни этого не произошло без погоджения с Кремлем. Ну давайте честно говорите на то Пожалуйста, Борислав. Давайте говорить о том, чего хотел добиться Путин изначально этим судилищем. Во-первых, сто процентов он хотел показать в России, что он царь, бог, и он принимает решение, кого миловать, а кого наказать. Во-вторых, он сто процентов не рассчитывал на такую реакцию надежды, и он точно не ожидал, что такую реакцию это вызовет международное сообщество. Но говоря о надежде, мы должны также помнить и от тех, кто задержан еще. В Украине выкраден глава УНАУНСО Микола Корпюк и вывезен в Россию. В России томится сейчас Олег Сенцов, Кольченко, Клых и еще два десятка наших украинцев. Мы должны говорить о том, что они находятся там и четко вести переговоры не только об одной надежде Савченко, а всех украинских гражданах, томящихся в российской неволе. Кроме этого, надо еще понимать, что по идее должно было быть сделано в Украине. Не суд над двумя грушниками, которых задним числом уволили, позорно, сделав вид, что они уже чужие, а суд над всеми. Над всеми тотально русскими наемниками, которых задерживают на территории Украины. Суд и публичное потом об этом сообщение во всем мире. Поймите, ведь нас часто спрашивают, где эти русские, которых вы обмениваете. Их сначала нужно осуждать. И только потом передавать эти факты гласности. И только, конечно же, и только потом обменивать. Но, еще раз, нельзя забывать о всех, кто тамит сейчас в российской неволе. Поймите, говоря о Надежде Савченко, мы поднимаем эту тему, но Украина обязана заботиться о всех своих детях, о всех, которые сейчас находятся в России. Пожалуйста. очень хорошо, что ты об этом сказал, потому что действительно политических заключенных много. Я хочу сказать о том, что мне кажется, у этой истории есть сценарий, и ее кто-то ведет. Ее кто-то ведет, пытаясь подвести к какой-то кульминации, или то, что называется tipping point. когда что-то произойдет, какой-то взрыв, каким он будет сказать сложно. Либо Надежда вернется сюда, я очень надеюсь, и она станет национальным лидером, и, как написал экономист, что, возможно, она станет даже популистским лидером, который поведет нацию против правительства. Это был последний параграф экономиста. Либо с ней, не дай бог, что-то произойдет в застенках, и это будет тоже определенный взрыв. Но мне кажется, ФСБ ведет эту ситуацию очень четко. Они знают, чего они хотят. Если происходит информация, это выглядит на вброс информации. Когда, скажем, идет заседание, они с одной стороны не допускают дождь или какие-то другие каналы, с другой стороны все документируется очень хорошо. И если кто-то что-то снял с мобильных телефонов, это показывают тоже все равно, как с мобильных телефонов. было бы очень легко сделать. Саша, я правильно понимаю, вы хотите сказать, что там по-прежнему разыгрывается какой-то спектакль с четким сценарием, а не ищется лихорадочно путь выхода любой единственный лицо. Абсолютно. Мне кажется, что это спецоперация, по сути, по которой нас подводят к какой-то ситуации. Хорошо. Тогда какой может быть развязан? Давайте думать вслух. Я думаю, что смысл в том, что Путин, выпуская надежду, хочет усилить вот тот хаос, который есть сейчас в политике, потому что она действительно будет новым лидером. И тут, безусловно, вам, ребят, будет очень тяжело. Это его цель, по сути, сейчас. Я говорю, парламенту в целом, власть в целом. Дай Бог, чтобы мы были правы и действительно его цель была бы. Пусть будет тяжело и всем, если бы она была жива и вернулась. Он рассчитывает именно это, чтобы усилить вот этот хаос. Вот на сегодняшний день главная задача это то, чтобы она осталась жива. И она об этом сама четко сказала, что ставка это моя жизнь. Я вот в начале передачи говорил, я посмотрел еще раз, кто это сказал в отношении того, что вопрос о Надежде Савченко четко регламентирован минскими соглашениями. Это сказал господин Мартин Сайдик, представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе. Вот на сегодняшний день на сегодняшний день если мы не хотим то есть от того, что наши граждане будут громить российские дипломатические представительства, нарушая все мыслимые и немыслимые международные договоренности и законодательство, от этого она на родину не вернется. Вот для того, чтобы действительно это сделать, нужно нам со своей стороны точно так же четко заняться выполнением минских соглашений. В минских соглашениях четко записано обмен всех на всех. И он четко сказал о том, что Надежда Сарченко включена в этих всех на всех. Поэтому наша власть этим должна заниматься. Николай, я повторю свой вопрос. Вам не кажется, что этот сигнал был послан все-таки не Киеву далеко, а России? И нам тоже. И им, и нам. Он был послан всем участникам. Ну уж во всяком случае не тем, кто протестовал у российского посольства. Вы считаете, это цивилизованная форма протеста была? Какая? А вы считаете, держать Сарченко в застенках и морить ее голодом это цивилизованный подход? Я не сравниваю эти вещи. Я не сравниваю эти вещи, ребята. На следующей неделе вы соберетесь на работу, возьмете, посмотрите, подождите, посмотрите в глаза своему коллеге, Поросюку, и расскажете ему, как нужно проводить цивилизованную акцию. Пожалуйста, делайте. Поросюку не слышит ничего. Вот какой путь вы видите? Я еще раз вам говорю, это реализация активное участие в реализации минских соглашений. Это общие слова, вот детально. Детально в отношении чего? В отношении того, что в соглашениях записано, я вам отвечу, в соглашениях записано всех на всех, ОБСЕ говорит, что Савченко участвует в этом обмене всех на всех. Николай, что значит не получают? Значит, должным образом наши власти не прикладывают к этому усилию. Что значит не получают? Потому что они правильно отменяли четверых террористов с той стороны на двух. Из них была девушка-журналистка, которая в Луганске томилась больше года. Нету всех на всех. С той стороны правил ни для кого нет. Там уроды. Подъясняю. Какой вы видите выход, Борислав? Какой вы видите выход? От того, что вы будете кричать, что они уроды, это прекращение огня. Прекращение огня в такого-то момента огонь не прекращается. Вот по Минским согласиям не прекращается. Ребят, Вы... Да не, ну при чем здесь, ребят? Ну не прекращается. Но не стрелять в нашу сторону без остановки. Что дальше? Ну вот так вот Минские соглашения соблюдают. То есть мы должны соблюдать не протестовать конкретные шаги. Ну перестаньте передергивать ситуацию. Вы же прекрасно знаете, что с нашей стороны практически не реализуется та часть соглашения, которая предусматривает политическое урегулирование Голлитика. А в чем не реализуется? В чем? Мы прекращаем огонь. Они не... В чем? Ну в чем? Ну скажите, в чем? Что еще нужно сделать? Не реализуется в том, что нету политического урегулирования. Там четко прописано пошаговое политическое урегулирование. А как мы не будем проводить политическое урегулирование? Николай, то есть мы должны стрелять, а мы должны с транспортными объявлениями. Ребята, тогда одну секундочку. У Вас есть другой вариант? Вот я еще раз. Вы как бы... Говорите, там плохо. У Вас есть другой вариант? Николай, у меня такой вариант. Что сказала? Если сказали, и все с этим погоджуются, что обмин это тот шлях, который может быть, то давайте просто в Украине увеличивать количество тех, на кого мы будем обминывать. Не только тех террористов, которых взяли в полон, взяли наши герои, но и отвертую кремлевскую агентуру, которая сидит в парламенте, которая сидит на посадах мерах мест. Чем больше у нас будет кремлевскую агентуру в СИЗО и в тюрьмах, тем больше мы можем обминять наших героев. Это совершенно справедливо. Если вы их выявите агентуру, и действительно, это агенты иноземной государства, то действительно их нужно обминывать. Татьяна, пожалуйста. Коллеги, несколько важных вещей, на которые я хочу обратить вашу внимание. С привычки того, что нам рассказали про ситуацию в американском политике, это, наверное, соответствует действительности, потому что в своих заявках, например, тот же Керри говорит о том, что Савченко выкрадена сепаратистами. Он не говорит, что она захоплена в полон как военно-полонена. Это раз. И если она действительно, мы же должны говорить правду, что она является военно-полоненой. Только в таком разе можно выполнять эту умову Минских угод обмин всех на всех. Это проблема нашей влады и нашей государственной политики, потому что в нас в Украине не введен військовый стан. Поэтому, когда мы работаем в ОБСЄ, и в прошлом году мы сделали специальный заход с адвокатами щодо Савченко с участием ее сестры, то оппоненты нам говорят, а если у вас есть военно-полоненые, если на Савченко можно распространить с Женевской конвенцией, как бы у вас введен в военно-полоненый и это проблема нашей влады. И иншая заявка президента, которую он вчера сделал в своем фейсбуке, что до него, это президент Украины, что до него не надходило из авторитетных джерел пропозиции по обмену Надея Савченко. А я перепрошу, а чему он не сделал соответствующую пропозицию по обмену? Теперь, что до той информации, которую озвучивали коллеги. Тут я с вами не соглашусь. Насколько я понял, то, что написал президент, что переговоры он был готов вести и предлагал, но не было предложений достойных внимания. Был готов вести, если мы хотим сделать еще не у него данного, а жителей живого человека на нашей территории, то мы должны сделать это, чтобы его вернуть. Это как раз то выкладывал, что вы можете вернуться до пресс-службы, а не за то, что вы готовы обменять на Надею Савченко. А не чекать про каких-то пропозиции. Теперь, что сказали коллеги. В реестрии судовых решений наявна ціла низка судовых решений, их больше 50, по звольнению зловлених на территории, звольнению українськими судами, зловлених на территории Украины, российских агентов, которые воюют против украинской стороны, их звольняют от криминальной ответственности, от покарания, на выполнение Минского плану, на выполнение по регулирую мирных заходов и так далее. Это не так. Не надо рассказывать. Не надо точно рассказывать такие вещи. Это раз. Второе. Обменный фонд, да, это можно грубо говорить, но это правда. Те люди, которые захвачены в плен с оружием в руках на нашей территории, российские граждане, потом обмениваются. Например, если неизвестно, то один из самых известных волонтеров, который был захвачен и находился в Донецке, был обменен на того майора Старкова, который заблудился и приехал к нам. Других вариантов получить обратно нашего человека не было. Поэтому происходят обмены постоянно. Но уровень обмена на Савченко Россия даже не рассматривает. На Сенцова не рассматривает. На Карпюка не рассматривает. Проблема в том, что тех, кого они вывезли... Татьяна, я прошу практические вещи. Алена, там сзади меня сидит Андрей и многие другие. В следующем части мы вынуждены прерваться на рекламу. Спасибо. Ну что, господа, переходим к заключительной части очередного выпуска нашей программы «Черного зеркала». Я бы хотел теперь предоставить слово Тарасу. Тарас Костянчук, вот вы, как военный человек, скажите, как бы вы освобождали Надежду Савченко? Ну, всем доброго вечера. Я сейчас швидко все прокомментую, что я тут почув. Ну да, вы долго сидите, у вас накипело, наверное, так обычно. Дивите, можно я сейчас начну с коррупционного, так бы мовити, скандала, с нашего министра. Мало ли человек право писать, чи не мало, вот эти смс, которые мы видели. Я вам, как юрист, скажу, что эта смс абсолютно коррупционная мать складовую, потому что там было вказано про то, что, мовляв, не хотел бы сделать что-то, про что уже мне сказал Кананенко, и он там прямо вказал, про то, что он его выкликал до себя Кананенко, то бишь, он себя асоциирует с Кананенко, и говорит про то, что давай что-то сделаем. Поэтому тут однозначно можно потом расценивать с криминальным это вплинуло, не вплинуло, а это точно не можно этого делать. И в Европе за таке сразу полетела бы человек в тартарары, будь-який держслужбовый, чтобы вы даже не сумнёвались за такие вещи. Это первое. Другое, что касается уряда, который нас, меня лично, я привел этот уряд, как всегда, потому что я все апельсирую на себя. Я прошел Майдан, я прошел войну, я привел этот уряд, дав ему кредит доверия, мало того, мы взломали фактически все институты державной правоохоронной органы и так далее, они втратили всю доверию, но мы дали кредит доверия уряду. Теперь он втратил и это, правоохоронные органы и другие институты не набули то, что они могли набули, этих важелев и какой-то доверии, и теперь мы имеем что? Колосы на глиняных ногах. Уряд треба терминово менять, не может одна людина тримать в заручниках всю страну, это однозначно. И я вас очень прошу, не кидайте один в одну шапку и не скажите «Ты винен, делайте самим что-то». БПП там, вы все не имеете идеологии, поэтому вы все однаковы абсолютно. Для людей, для страны вы все абсолютно однаковы. Просто вы имеете разные вектори, какие-то мы тут собираем деньги, а мы тут собираем деньги. Для людей вы все однаковы аполитичные так что мы прийдемо его менять за вас. Будьте очень обережны с этим. Что касается Савченко, ну смотрите, Россия каже, это не имеет никакого отношения до ваших проблем на Донбассе, до минских переговоров и так далее. Мы ее судим за какие-то злочины, за которые мы считаем необходимым. Они считают необходимым. Итак, что должно сделать нормальную страну, нормальную страну. У нас выкрали с десяток наших граждан на нашей территории, что очень важно. Это не человек, который совершил злочин на другой территории. Нет. Выкрали у нас, перевезли туда и там судят. Ну так элементарные вещи. Сначала ноту протеста, выкликали посла, при том очень быстро все это делать. Выслали послев, выслали всех, кого можно выслать звезды и сказать, что это не имеет отношения к войне. На это не будет никакой реакции и мы окажемся в очередном тупике. Чему в тупике мы перервать дипломатичные отношения? Чему тупик? Есть вещи, на которые мы не можем вырешивать это или не делать. Хорошо, давайте представим, разорвали отношения, Савченко не выдают, дальше что? Ну, извините, тогда это уже очень сложные вопросы. Савченко какие-то его пункты, кто в кого стреляет, ОБСЕ не может никак вызначитесь, кто порушает этот режим. И мы чему-то говорим о ней в ракурсе всех проблем, а у нас нет проблем всех. Скажите честно, вы ее должны выдать нам сюда. Кто сделал это? Никто этого не сделал. Почему мы не надеемся, почему мы не висылаем в конце их дипломатичное представительство за межи страны? Почему мы этого не делаем? Мы говорим, а если это не поможет, так мы этого не делаем. Вы сделаете то, что необходимо делать. Вы видите Израиль, в котором палестинцы выкрали людей, собрали и там начинают судить. Что сделал бы Израиль? Я просто говорю, Израиль, как любая европейская страна. Великая Британия что сделала, когда она там взглянула на Фолклендские островы? Весь флот туда отправила, хотя они и к чорту не сдали эти островы. Но это принцип. Есть территориальная целесность, она не порушуется. И есть нормы, которые должны выполнить. И есть кроки, которые выполнятся обязательно. Если они не выполнятся, это преступление против страны, против народа и против будущего этого народа. Вы что предлагаете спецоперацию строить по освободению Савченко? Я и спецоперацию в том числе. Почему нет? Почему мы не можем как наша украинка Голлен Мейер объявила, что она сделала? Она пошла против всех государств. Она сказала, мы снищим тех, кто снищил наших граждан. Так? Я не про обмяну сейчас. Когда был теракт против израильтян на Олимпиаде в Мюнхене, было политическое решение одния люди, которая сказала, что мы их снищим и эти люди постраждали. Деяки из них в тюрму сели, но Израиль не отъехал от принципа. Тарас, я хочу тебя немного поправить, дружи. Но была одна история. Есть такой сержант Гелат Шалит. Его выкрали палестинцы, катали, держали несколько лет. А потом Израиль обменял его на 1027 террористов. Потому что жизнь сержантинцы, каждого израильяна для этой страны это вопрос. Мы должны делать так же самое. Я понимаю. Но Израиль сделал все кроки, его позволят. Тараса, поверь мне, поверь мне, я тебе скажу. И дійшов до того, что его надо обменять. Тараса, я тебе скажу, сделано все, что возможно. Я тебе скажу, действенно, в Европе работаем, в Америке. Сейчас тупик. Вы что еще не сделали, это действительно не сделали спецоперацию. Но поверь мне, все иное сделано. Я не поверью ни к кому я не вижу того, что делается. В моем понимании, не делаются все кроки, которые можно сделать. Если мы говорим про сегодняшний день, то, наверное, самый минус по Надее Савченко, это то, что не допустили лекарей. Я пройшел сам особисто лекарей наших я особисто проходил сухую лодовку, я знаю, что это так. Для всех, кто присутен, на четвертий день начинается втрата и начинается судом. Поэтому на сегодняшний день Украина вернулася до Федеративной Республики Немеччина про то, чтобы они надали лекарям, так как было в случае с Юлией Володимировичем и Тимошенко. Чтобы все-таки обеспечить медицинскую помощь Надея Савченко. Кроме того, я должен сказать, что 17 березня, до выреку суду, будет зуслечь президента безусловно в Брюсселе и будут задеянны все механизмы для того, чтобы развязать. Когда мы говорим, что президент сделал даже последний крок, который он сделал, он официально заявил про то, что готовый использовать своими конституционными возможностями. Что это мало на увазе? Это то, что он готовый помиловать любую культуру террористов, чтобы сделать обмин. Сурков сказал про то, что он готовый рассмотреть и взял это внимание. Но если такой обмин пройде, то очевидно, что Россия понимает, что это воюючая стороной. И на завершение самое важное тяжелое в тюрьме это когда ломают волю люди. Я был в Донецке, когда шукал своих полоненных из Калуша. И я забрал их всех. Это самое страшное. И вы знаете, мне очень понравилось, как сказал Суворов, это все-таки бывший ФСБшник России, письменник, я думаю, что молодь читала его. Грушник. Грушник был. Он сказал про Надю Савчину. Это человек, которая противставила себя системе, которая не дала себя сломать. И в сегодняшней ситуации Путину звольнити ее плохо, а не звольнити еще гирже. Андрей. Что спильного между историей с Надей Савченко и Яценюком. Спильное те, что Надя Савченко является заручником российской политической системы и коллективного Путяна. А в случае с Яценюком и с урядом Яценюка Украина является заручной всей ситуации. Потому что цей Кабинет Министров, цей уряд, фактически и сбивает рейтинг Украины, он сбивает курс, ну, влияет на курс гривни, он позиционирует Украину как недоговороздатную страну, как страну, с которой вообще не можно иметь какой-то справа, как страну, в которой нет политического субъекта, в которой нет с кем и и с чем договориться. Это действительно что-то есть в этом таке дзеркальное ситуация с Яценюком и Савченко. И ситуация в яку потрапила Надія, вона очень опасна для ней не только в России, а и в Украине тоже. Почему? Потому что с одного боку, если реконструировать логику тех, кто принимает решения в России політичной, в том числе по Савченко, то сейчас особисто Путину вегетно, я так думаю, мое предпущение, чтобы Надя Савченко не стало. Потому что той виклик, который она кидает, это особистий виклик, который Путин не любит особистые виклики. И Надя Савченко в этом плане есть что-то есть Давида Голиав что-то абсолютно мифологичное и мистичное. Но с другого боку, есть насколько можно реконструировать логику людей, которые занимаются политикой в Кремле и околицах. есть понимание, что Надю Савченко можно использовать в тех технологиях керованого хаоса, которые фактически так или иначе Кремль проводит в Украине. И поэтому сейчас повернение Надьи Савченко в Украину в постатей героичной может перетвориться на то, что в структурной антропологии называется трикстер. То есть человек, 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 который развивает систему, который сложился в Украине. Сейчас повернение Надьи Савченко надзвичайно небезпечное для, умовно кажучи, коллективного Яценюка и коллективной влады в Украине. Потому что человек, который сейчас на сегодня абсолютным моральным камертоном, она фактически может так или иначе эту систему просто снищить просто своей появлением. И этим, с одного боку, есть зацикавление в России. С другого боку, я очень сомневаюсь, что те политики, которые ключевыми в Украинской политической системе, они зацикавлены в повернении надеи в Украину. Потому что рядом с ней они моментально перетворяются на... Вот, кстати, хорошая тема, вот ее бы развить. Алена, вот как вы считаете, многие из украинского политикума в душе где-то в глубине своей души не хотели бы возвращения надежды. Я вважаю, что если одна тема в этом мире, где мы не можем быть цинниками и просто брудными политиканами, так это тема Надеи Савченко. Я думаю, что это единая тема, где мы должны объединяться, перестать измельчать, кто-то кричать, что плохой президент, что кто-то что-то не робит, что кто-то что-то не робит. Слушайте, я після трех днів с ее мамой, с ее сестрою, там, я готова спілкуватися с ОПО-блоком каждый день, если они нам поможут ей звольнити. Я готова спілкуватися с президентом каждый день. Мы делаем вернение до всех лидеров. Нам треба нашего героя, нашего украинского громадянина повернути живою, а потом говорите, кто там за ней боится, кто переживает за свою политическую карьеру, кто переживает за свои особистые амбитии. Давайте мы хотя бы вси темы будем людьми, заткнемося и будем працювать спольно. Альона, знаете, сколько дей... Мне доводилось спитаться с випадками, когда украинские зацикавлены в поверной ненадии. Люди зацикавлены в том, что в Украине есть люди, а есть политики. Это всегда антагонисты, как правило. Суспильство в Украине всегда креативное и интересное и субъектное, а влада и держава за ней и какие позитивные процессы. Я хочу сказать, что я согласен с Андреем Макаром. Действительно, есть люди, есть политики. И зачастую с точки зрения политики, политика зависит от того места, где он находится сейчас. Находится он в оппозиции и он пламенный борец за интересы народа. Находится он в коалиции и вдруг интересы народа отходят на второй план, а становятся интересы свои. Как пример я могу вам рассказать саму всем маленькую историю. У нас есть такая проблема в Киеве. 16 тысяч заявок атошников на получение участков земли. Это проблема, которую надо решать. Что делает киевское руководство? Оно выделяет 205 гектаров Боковнянского леса, который фактически хотят вырубить. И говорят, 5 гектаров мы даем паралимпийцам и тренерам, 10 гектаров мы даем семьям АТО, тех, которые потеряли своих родных и близких в АТО. И тишина. Задается вопрос, а что с остальными 190 гектарами? И выясняется, что остальных 190 гектаров уже есть собственник. Более того, это молодой человек, которого зовут Лазар Руслан Александрович, 88-го года рождения, проживающий в Донецкой области в Красноармейском районе не подконтрольной нам территории. На него оформлены практически все участки. И выясняется еще интересная вещь, что киевский глава когда-то судился ни с кем иным, как с Олесиком Довгим с требованием признать эти участки незаконными. А теперь именно сейчас, когда господин Кличко глава Киевского совета, он переводит, что эти участки законные. Я к чему говорю? Что получается, когда он в оппозиции, то интересы народа превалируют. А сейчас чьи интересы превалируют? Вопрос в том, что политики зачастую плюют на людей и вспоминают об избирателях. Так вот, не избирателей надо видеть в людях, а людей в первую очередь. Понятно. И еще одна вещь. Я хочу сказать самое главное, что на сегодняшний день надо действительно разбираться с проблемой. По закону ребятам из АТО полагается земля. Полагается? Давайте выполнять закон. Не покрывать эту мафию, которая сейчас в Баковнянский лес пытается подеребанить для себя, прикрываясь воинами АТО. Не прикрываться этим. А действительно отдать долг перед АТОшниками. Отдать, а не говорить об этом. Так вот, Маркиева, Маркиева обязан перестать манипулировать этими людьми. Его люди должны перестать вбрасывать негативную информацию и отвлекать общество. Они обязаны наконец-то решить вопрос. Потому что хватит... Я объясню, потому что меняются люди очень просто. И это единственный вариант. Это не единственный вариант. Николаевич. Поездка с Акашвили в Турцию как губернатора Одесской области. Зачем мы политизируем опять? Мы просто дешевле сообщили. Николай. Давайте вот если честно, вот когда коллеги по парламенту говорят об оппозиционном блоке, даже говорить с оппозиционным блоком, это лишний раз характеризует наш политикум и нашу коалицию. Вы знаете, нет здесь надежды, чтобы вам ответить по поводу оппозиционного блока. Она бы сказала гораздо жестче, поверьте мне. Николай, более того, я хочу еще одну ремарку сказать. Вот вы сегодня так яро выступали адвокатом той стороны говорить, посмотрите, они делают все, а вы, украинская власть, не делаете ничего. Вот именно поддерживаю Алену, что мы иногда переступ... Извините, но мы иногда приходится для интереса Украины переступать через себя и общаться с оппозиционным блоком. получить надежду Савченко на нашей территории в качестве работающего члена украинского парламента, то нужно делать с нашей стороны соответствующие шаги. Я категорически не согласен, что украинская власть сделала все от нее зависящее для того, чтобы Савченко оказалась на украинской территории. Зато вы выступаете адвокатом террориста. Я никого не перебивал, уважаемые господа. Поэтому я прошу, для того, чтобы мы не делали из... не пытались сделать из надежды миф и героя, не дай бог погибшего, мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы она была здесь. И для этого есть все необходимые возможности, которые мы должны использовать. Я вот сегодня звучал... Вы оппозиционный бог в партии сделали для того, чтобы Надежда Сарченко была в зале. Уважаемый господин Голуб, что вы сделали два года находясь у власти, доведя страну до полного разрушения, потеряв тысячи жизней, потеряв территорию. И вы смеете меня все про надежды Сарченко. Что вы такое, чтобы меня обвинять? Что вы такое, чтобы меня обвинять? Вы сегодня... Мы сегодня очень много говорили о политической воле. Вот я хочу сказать о политической ответственности. Вот эти господа, которые здесь сидят в коалиции, вот сегодня много говорилось о том, что господин Яценюк должен уйти, таким образом он всех освободит и так далее. Что пытается сделать коалиция? Назначили козла отпущения, извините, пусть Арсений Петрович меня простит, который... Вот на него нужно все списать. Сейчас мы его уберем. Он, оказывается, он все эти два года, только он. Не министры от БПП, не министры от самопомощи, не министр, который пропал, этот Шевченко, от которого Бют сразу отказался, оказывается, только Арсений Петрович разрушал страну. Они ничего не делали. Президент вообще, он только наблюдал за Конституцией. Теперь президент хочет поменять Арсения Петровича. Как только он его поменяет, сразу все в стране изменится к лучшему и сразу станет хорошо. И все эти ребята скажут, да мы же вообще ни при чем. Мы же только старались работать на страну. Мы же такие патриотичные. Мы так развивали культуру, так развивали экономику. Вы ничего не делали. А теперь вы хотите отойти в сторону, уйти от ответственности и сказать, что теперь мы начинаем по-новому. Ребята, давайте идем на выборы, строим новую страну, нормально. И общаемся друг с другом не как с врагами, а как действительно друг с врагами. А где в этой конструкции надежда как? Обратите, пожалуйста, внимание на экран. Я попросил, чтобы завели... Мы надежды говорим, здесь говорят о выборах. Чтобы завели... У нас остается 10 минут примерно до конца программы. А все-таки возвращаясь к следующей неделе, напоминаю, был вопрос. Чего нам от этой следующей недели ждать? Я просто специально перевожу тему, чтобы немножечко там разрядить обстановку. Так все-таки, что вы-то сами ждете? Это для начала. Снятие генпрокурора, а потом не заменят... А кто будет новым? Нет, так. Не играешь никакой роли. На самом деле люди сказали, что нужно делать. Нужно менять политику влады шляхом изменения Кабинета министров Украины под ту программу, которая будет скерована на то, чтобы изменить взагалі вектор развития державы. Иначе это все пусте. Можно менять прокурора, можно принимать, как нам говорят, а давайте принимаем хорошие законы. Но мы два года принимали хорошие законы, а люди живут все хуже и хуже. Поэтому мне было очень интересно почути, до речи, вот такую полумьяную сентенцию попереднего выступающего, который голосовал за ген-прокурора Шокина, который голосовал за два бюджета, который не голосовал за неставку уряда, а вы не все інши. Я не голосовал близко за бюджеты. Сережа, можно все выговорить? А за отставку Юценюка вы голосовали? За отставку Юценюка мы не голосовали осознанно, для того, чтобы... Назовите мне одну единственную европейскую демократию, где оппозиция, а вы же оппозиционная партия? Назовите мне оппозиционная партия? Мы оппозиционная партия. Где оппозиция не голосует за отставку премьера? Назовите мне такой факт. Ребята, зачем вы передергиваете? Если бы вы сняли премьера нашими руками, у вас же есть коалиция 300 голосов, если бы вы сняли премьера, одну секундочку, если бы вы сняли премьера нашими руками, то произошло бы то, о чем я вам говорю. А Семен Петрович бы не отобинули бы его, назначили Ерейска, Гройсмана, кого угодно, и сказали бы, вот теперь новый премьер, а мы замечательная коалиция и будем работать дальше. Вы ни на что не способны. Вы коалиция войны, которая уничтожает страну. Николай, скажите, у меня единственный вопрос. При всех нюансах. Вас интересует все-таки комфорт коалиции или комфорт украинцев? А то, так судя по всему, вам главное, чтобы комфортно чувствовала себя коалиция или дискомфортно. Вы же, подождите, вы же народный депутат. За вас кто-то все равно голосовал. Соответственно, ваши избиратели ожидают от вас изменение качества жизни. Так неужели вы не понимаете, что при Арсении Петровиче единственное изменение качества жизни будет со знаком минус? Так неужели вы, как народный депутат Украины, представляющий, пусть людей, которые голосовали за оппозиционный блок, но представляющий их, не хотите изменения их? Или вы воспринимаете только ту власть, где вы ее руководите? Ту власть, которой только вы управляете? Тот власть, которым вы делите? Ну, секунду, у меня вопрос. Я не могу на него ответить или не могу? Можете, конечно. Тогда я с вашего разрешения отвечу на заданный вопрос господина Березой. Я не считаю, и вся наша фракция не считает, что господин Яценюк должен быть премьер-министром. Это худший премьер-министр за всю историю Украины. Но разбираться с ним должна... За него несет ответственность вся коалиция во главе с президентом. И коалиция вместе с президентом должна уйти, должны быть перевыборы. И в случае, вот тем путем, который мы пошли, мы действительно приведем страну к нормальной власти, выбрав нормальную власть, выбрав нормальный парламент, изменив конституцию и проведя выборы президента. Тогда у меня вопрос. Здесь у нас присутствуют представители фракций, которые покинули коалицию. Вот, Сергей, вы говорите, что нужно сменить премьера, нужно сменить Кабмин. Так? Треба сменить ту политику, яку проводит цей уряд. Хорошо. И сменить политику, да? Для этого, по закону, насколько я понимаю, нужно сформировать какую-то коалицию, если не идти на выборы, да? Если не идти на выборы. Вот, если в результате, я не знаю, переговоров, договоренностей, там, начнет вырисовываться такая конструкция, что есть новая программа, предусматривающая новую политику, новый премьер, который готов сформировать новый Кабмин. Вы вернетесь в эту новую коалицию? А я еще раз подкреслю, если эта программа будет включать в себя заборону на продаж сельско-господарских земель, если будут восстановлены оподаткования малого сельско-господарского бизнеса, если будут уменьшены вдвече тарифы, если будут скасованы податки на пенсии, тогда мы готовы дальше обговорювать, какая программа. Если этого не будет, то нет смысла ни про что говорить. А вы что скажете? Самопомощь вернется? Я скажу очень просто. Самопомощь пошла в оппозицию до коррупции, пошла в оппозицию до Дерибана, до договорников, до призначения каких-то там коррумпованных чиновников сверху и так далее. Но мы остаемся в коалиции, мы это задекларировали за евроинтеграцию, за реформы, за все законы, которые будут вы уже вышли из коалиции или остались? Вы вышли или остались? Вы определите. Мы четко задекларировали, что мы говорим про те принципы, которые они готовы споведовать. Мы остаемся в коалиции и не будем в каждом разе торговать за голосование или не голосование за законы, которые полезны для государства, которые спрямованы на евроинтеграцию, спрямованы на поддержку реформ, спрямованы на демонополизацию. За это, за новую податковую политику, за это мы будем голосовать, даже находясь официально в оппозиции. Потому что мы считаем, что мы есть настоящая оппозиция. Перевожу на более понятный лично мне язык. Я надеюсь, что зрителям и присутствующим здесь гостям будет более понятно, что вы при любом раскладе остаетесь в оппозиции, но вы будете поддерживать новое правительство, нового премьера, если таковые появятся, по определенному кругу вопросов, которые вы разделяете. Есть классическая такая формула, казнить нельзя помиловать, и смысл ее меняется в зависимости того, где поставить запятую. Я бы так сформулировал, переизбирать нельзя оставить, имеется в виду Верховную Раду. Где ставим запятую? После первого слова. Тут просто вопрос в том, что понятно, что все не хотят Яценюка. Переизбирать нельзя оставить, да? Но никто и на выборы не хочет. Я так понимаю, что Яценюка не хотят, на выборы не хотят, и премьера никто не предлагает. Все разумеют, я вообще не понимаю, как вы работать будете, даже если коалиция сохранится, но как вы будете работать в этот парламент? Вот так они работают. Ну так я о чем и говорю, то есть премьера никто не предлагает, все против Яценюка, перевыборы тоже против, потому что нельзя, транслируются какие-то месседжи, рост, не, 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 я резко, это все. А где его предлагают? Кто-то ведет политические консультации, политические консультации, кто-то нас приглашает. Сама помощь предлагает? Вот смотрите, спикер Верховного Совета должен провести сборы коалиции, наверное, с привлечением премьер-министра, с привлечением президента Украины, вести консультации, вести нормальный, демократичный, политический процесс. Мы считаем, что премьера должна предлагать коалиция, мы из нее вышли. У вас она есть? У вас есть кандидатура премьера? Да хорошо, конституция понятна. Танечка, ну простой вопрос, у вас есть кандидатура премьера? Ну, ваш лидер, мэр Львова-Садовой, мог бы при определенных условиях возглавить новое право? Не, ну, хорошо, что вы працюете мэром Львова, за него проволосовала громада Львова, он не имеет права сейчас покинуть всю посадку. Ну, это чистое политиканство. Вот нет кандидатура, мы не хотим говорить. Вот, Сергей, у вас есть кандидатура? Получается, что политики избранные, мэрами... По-моему, вопрос, Евгений, а если Андрей Иванович пойдет на президента, он сможет бросить Львовян на произвол судьбы? А в начале оголошения и дучасти в президентских выборах? А если пойдет, у меня вопрос просто, он сможет бросить? Или что ему помешает сейчас? Просто, когда страна просит, может, помогать стране будем? Или будем отмазываться? А что, страна просит? А кто-то свердался до Андрея Ивановича? С поклоном должны превратиться! А предлагать самопомощь не будет. Если позволите, малесенькая ремарка. Малесенькая ремарка. Можу дать прогноз. Ну, первое, будь-які решения уряду и будь-які решения, которые проводит парламент, я как міський голова, как и 8 лет. Я трансформировал на место. И как они отображались безусловно на месте и на жизни тех людей, которые там проживают. Бо Украина складывается, вибачаюсь, не из Грушевского, и не из Банковой, и не из Верховной Ради. Так? Она складывается из людей, из мест и сев. Так вот, повинен сказать, политика уряду безглузда была. Безглузда. Тому, делаем малесенький прогноз. Я думаю, что коалиция не только помовится, а и сбільшится в своей к количестве. И за рахунок позапартейных, позафракционных депутатов в том числе. Я больше, чем переконан, я больше, чем переконан, что будет найдена кандидатура и премьер-министра, и сформованный уряд. Так, на жаль, он не будет технократичным, но уверен, что эти полтора года работы дало саму основу. Вы знаете, кто этот счастливец, который будет... Я же скажу, я могу вам назвать как минимум... Я пока просто депутат. Я депутат, один из членов фракции блоку Петра Порошенко. Вы забываете все время, что надо микрофон брать. Просто это превращается в такие вот эти разговоры. Выборов не хотим, премьер-министра у нас нет. Послушайте, так все понимают, что в этой конфигурации может быть только одна позиция. А, Народный фронт, который имеет 70%, ему запропонуют, что? Посаду спикера. Это все понимают. А действующий спикер пойдет куди? На премьер. Рекеровочка, да? Все понятно. Вариант. Рекеровочка. А что у нас это скажет? Кстати, Дмитрий, а Народный фронт удовлетворится? А тут вопрос. Чи зміни це політику влади? А если я скажу фамилию, которая отсутствует? Не зміни, кто пойдет на спикера? Вот вы лично готовы? Маслова фракции. Я 158 раз вам хочу сказать, нам треба поставить українську політику с головы на ноги. Давайте мы спочатку домовимось, куди мы идем и как мы идем. А потім подивимось, чи може той чи інший кандидат це виконати. И все. И все будет зрозуміло, просто и понятно. Но, на жаль, из того, что сказал шановный коллега Игорь Насалек, я не вижу можливостей в цей конфігурации парламенту что-то змінити. Якщо мы хочем ще півторі роки втратити, на те, що буде прем'єр Іваненко, Петренко, чи Гройсман. Ну, давайте втратим. Пожалуйста, Саша Боровик приготовиться Бориславов. Я хочу сказати, що смотрите, ви все пришли, за исключенням одного, ви пришли на волне революції, которую виграли не ви, а виграл той-то другой. І на самом деле ви вигляли революцію у партии регіоналів, які стали оппозиційним блоком. Вот сейчас, вот если смотреть на эту ситуацию, оппозиційний блок вигляє в риторике. Он говорит, що смотрите, ви неспособны управлять государством, і нація, в общем-то, це резонує з ними, потому що действительно, то правительство, которое сейчас є, которое ви, як коалиція, назначили, вони неспособны управлять государством. Якщо ви этот кризис не разрешите як можна быстрі, вони вигляють вибори. І якщо вони вигляють вибори, я дуже сомневаюсь в їхній іскрінності, хоча їх риторика достаточно прилична, я треба сказати, вона достаточно європейська. І якщо вони вигляють вибори, я сомневаюсь в їхній іскрінності, вони почнут управлять так, як вони вигляли раніше, до той революції, яку вииграли. Так, тому сейчас коалиція, де-факто, де-юро, як угодно, все в ваших руках. Якщо ви не знайдете премьера, якщо ви не знайдете кабмин, який способен управлять, то практично нації увидят, як ви передаєте власть оппозиційному блоку. Хочу вам обратити ваше внимание, публикуються опроси, які показують, що движение за очищення, котре розглавляє ваше колега в Одесі, Михаїл Саакашвили. Він не розглавляє, він один із многих, господин Голуб, Голуб, він ще один. Не розглавляє, але, ва всяком случае, є неформальним лідером цього движення. Це верно. Об цьому, це верно. Спорити бессмысленно. Так вот, вже порядка 12-13% це движення підтримують, хоча в партию воно ще не сформувалось. І даже не було компанії. І компанії ще не було. А глядиш, буде компанія, то це буде разом два більше. Якщо ви не розрешите політичний кризис, то ми будемо смотреться на ситуацію так, що либо ми, либо вони. І тоді ми скажем, що все демократичні сили должны об'єднитися, тому що якщо ми не виграємо вибори, вони виграють вибори. А на вас будуть смотреть як на неудачників, які прийшли к власті, котрим дали історичний шанс, котрі його прошляпали. І вот це то, що зараз происходит. Понятно. Борислав. Але давайте будемо теж ми дверти, тому що время вже закінчується. Михаїл Саакашвили сьогодні це частина влади. Михаїл Саакашвили сьогодні в оппозиції к правительству, Михаїл Саакашвили сьогодні в оппозиції к президентській власті, Михаїл Саакашвили дійсно назначен губернатором, це не значить, що він соглашається з тим, що відбувається. за нами по слідам ходять СБУ. Вчера у нас були проследования какие-то, коли вони делали рейды, на таможню наїжджають СБУ. Нас ведуть, як будто ми несем какую-то... Саша, я все понимаю, надо подавать в отставку вслед за Яценюком. Я хочу сказать, не так важно, не так важно, кто будет следующим... Пример показать. Не так важно, кто будет следующим премьером. Тимошенко, Саакашвили, Садовой, или какой-нибудь Пупкин. Не важно. Важно, сможет ли этот человек предоставить план действий, сможет ли он предоставить действительно тайминг, по которому он выведет страну из кризиса, и действительно, не повторится ли ошибка 2010 года. Вот тут я с Сашей согласен на 100%, потому что вопрос будет один. Либо мы, либо они. Только они, в отличие от нас, с нами рассчитаются по полной. И мало нам никому не покажется. Поэтому либо действительно мы идем вперед и консолидируемся вокруг будущего Украины, либо нас отбрасывают так назад далеко, что Россия кажется нам чем-то светлым и перспективным. Господа, извините, но наше время подошло к концу. Если кто-то не успел до конца выговориться, простите. Встретимся в этой студии через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ